Добрый вечер, Алёна! Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо вам за то, что вы снова со мной. Очень приятно видеть знакомые лица в чате, знакомые имена. Очень приятно видеть и новичков. Это, наверное, самое важное. Если кто-то присоединяется к нам, значит, это особенно здорово. Значит, это интересно. И, в общем-то, у нас есть чему научить вас. И привыкайте к нашей компании. Учитесь, творите вместе с нами. Я Вакула Галина. Работаю в Ростове-на-Дону в студии «Серебряный лебедь». Рядом со мной Наталья Ерохина. Она постоянно помогает нашим мастерам. Читает чат, отвечает вместе со мной на вопросы. Помогает даже работать. Я думаю, многие с ней знакомы и уже полюбили за это время. Ну, что я могу сказать? У нас сейчас глубокая зима. 31 января. И даже у нас в Ростове такие морозы, что мы к ним абсолютно непривычны. И так вот хочется окунуться в какой-то мир, может быть, солнца, ярких красок, лето, южных каких-то эмоций. Вы готовы отправиться со мной в сказку, в волшебную восточную сказку? Потому что у нас сегодня роскошь, богатство и мудрость Востока. Мы хотим сегодня с вами поработать с темой именно восточной, потому что она яркая, потому что она красивая, потому что это новая тема. Я часто делаю то у меня кантри, то у меня какие-то там имитации. А сегодня мне захотелось вот именно ярких красок. И я думаю, вы тоже с интересом поработаете в этом направлении. Ну что ж, давайте приступать. Опускаем камеру и посмотрим, что же мы с вами сегодня будем делать. Какую сказку мы сегодня с вами посетим. Отлично. Так, мы с тобой не проверили камеру. Давай спросим еще на... Так, момент один упустили, очень важный. Девочки, скажите, пожалуйста, девочки и мальчики, как нас видно и как нас слышно. Если, да, если вы хорошо меня видите и слышите, поставьте пятерочки в чате. Ставьте города, из которых вы к нам присоединились. Это тоже очень интересно. Я смотрю, здесь география просто обширнейшая. Не только Россия, но и наши зарубежья, да, и тут и Украина, и Ирландия, и Казахстан. Это здорово, это приятно, потому что чем нас больше, тем прекраснее этот мир, потому что прекрасным делаем его кто? Правильно, мы. Спасибо большое. Петерочки пошли, да, спасибо огромное за обратную связь. Давайте начинать работать. Заготовочка у меня, как всегда, простая. Вы обратили внимание, что я часто использую простые заготовки, потому что люблю из них делать что-то сложненькое. Восточная тема. Ну, что первое у нас, когда возникает вопрос о восточной теме, что первое в наших головах? Это, конечно же, восточные ковры, какие-то восточные узоры. И поэтому, естественно, я подготовила и картинки, вот такие восточные. У меня будут картинки и сюжетные, у меня будут картинки и, в общем-то, такие узорные, именно восточные узоры. Возможно, это даже кому-то поможет взять какое-то направление, потому что кто-то, если только начинает, да, еще путается, как сделать в таком стиле, как сделать в другом. И даже это может быть очень интересным и познавательным. Ну что ж, у меня вот такая заготовочка, очень простая, обыкновенный коробочек, и сделан он из фанеры. Конечно же, вы можете брать совершенно любые заготовки из любого материала. Может быть, у вас из пластика, может быть, из металла, может быть, стеклянная, керамическая, может быть, просто из МДФ. Ну, если дерево, фанера тоже очень хорошо. Как я и обещала, восточная тема. Примерно покажу, что мы с вами будем делать сегодня, чтобы вы понимали, к чему готовиться и что вас сегодня ожидают. У меня заготовлен вот такой полуфабрикатик, как всегда, да, я всегда, когда готовлюсь к вебинарам, я как-то готовлю образцы, продумываю, в каком направлении, как это сделать попроще, из более простых материалов. Вот такой вот вариант образца я сделала. Значит, смотрите, вот это картиночки, да, это то самое, о чем я говорила, восточные узоры. Здесь у меня картиночка сюжетная, но мне кажется, очень в тему, да. Вот. Я подготовила вот такие боковиночки, посмотрите, здесь вроде бы все простенько. Я специально оставила одну сторону для того, чтобы мы на ней с вами могли поработать. И вот когда мы вроде бы с простейшей стороной, да, ну что, вот картиночка, мы наклеили, посмотрели, а что же нам подойдет по цвету. А по цвету подойдет что угодно. Мы могли сделать и зеленые стороны, и красные, и синие. Ну вот я выбрала синюю, чтобы у нас немножечко было такое разнообразие, потому что вот тут вот видите, передо мной лежит и красная какая-то вот панушечка, потому что я всякие цвета хочу проработать, чтобы вы видели вообще, как и на чем это смотрится. Ну понятно, что, да, наклеили картинку, наклеили здесь картиночку, но это еще не совсем восточный стиль. Да, восточные картинки. А стиль-то где? А где вот эта роскошь? А где вот этот блеск золота, да? Мы же как говорим, что если Восток, это просто роскошь, богатство, это изобилие. Ну вот, давайте это изобилие с вами, ой, опять слово имитировать, да? Ну изображать, ну скажем так, вот никак я не могу отойти от своего любимого. И вот смотрите, одну сторону я оставила, вторую я уже немножечко проработала. Это тоже так вроде бы близко к восточным узорам. Вот мне даже интересно, да, насколько блестит, я не совсем вижу, можно даже поближе покрашивать, да, поверить перед вами. Вот интересно, кто-то сможет мне ответить, какой материал я здесь применяла? Вот потому что сегодня у нас тоже будет, ну опять-таки, наверное, имитации. Вот кто-то догадается, какой материал мы применили, чтобы получился вот такой яркий блеск. Краска ли это? Эмали ли это? Возможно, это что-то вообще стороннее, о чем вы даже не догадываетесь. Так, ну что ж, давайте пока уберем это в сторону. И возьмем все-таки нашу пустую. Поталь, Татьяна пишет. Нет, это не поталь. Скажу больше, вот сегодня, раз мы уж так вот откровенно с вами разговариваем, будет, наверное, имитация потали. Я думаю, это тоже будет важно и интересно, как это сделать дешево, быстро, из таких подручных материалов. Значит, смотрите, у меня коробочка. Гульнара говорит, лак для ногтей. Ирина говорит, воск золотой. Все замечательно, возможно, это все интересно будет смотреться, но ни то, ни другое, ни третье. Пока никто не догадался, да? 3D-гель, вот Оксана. Хорошая идея, но не та. Контур по стеклу. Как я вас, Век, заинтриговала. Нет, это не контур по стеклу. А, у нас еще и книга такая, мы как раз сидим сейчас и говорим, Галя, ну прям восток. Я знала год назад, когда делала эту книгу, что когда-нибудь придет вот эта тема роскошь, восточная такая, богатая, самоцветы. Значит, смотрите, я, когда готовила этот вебинар, конечно, понабрала тут картинок. Мы не все их будем использовать. Я всегда заготовочки делаю, картинок в очень большом количестве, а потом из них выбираю. Иногда выбираем целой студии. Ну вот просто показываю, да, что интересные такие восточные картинки. Все это я находила в интернете. Мы сегодня как-то прилагаем картиночки, да? А всем, кто онлайн присутствует? Все, кто присутствует онлайн, получают все мои картиночки, все мои узорчики восточные. То есть организаторы всем как бы выдают вот такие картиночки. Все, кто в онлайне, получают сегодня вот такой сюрприз, приз-сюрприз. Восточные варианты. И вот эти картинки, и узорчики мои, да, восточные. И, конечно же, вот эту картинку тоже будет получена. Ну и, да, гвоздь нашей программы, та самая волшебная сказка. Какие любимые ваши восточные сказки? Вспоминайте. Кто помнит восточные сказки? Ну пока девчонки тебе пишут ответы. Блестки, фольга золотая, золотой воск, блестки на шпатлевке, золотая металлизированная краска, воск. Так, о, молодцы. Что я хочу сказать? Молодцы, потому что правильный ответ прозвучал. Опа. Ну, мы пока не расстроим. Мы пока не расстроим, к этому мы придем. Но главное, что девочки догадались, девочки-мастерицы, девочки-умнички. Тысяча и одна ночь. Так, о, тысяча и одна ночь. В них же столько сказок в этой тысяче и одной ночи. Там же тысяча и одна сказка. Вот эта же книга состоит из множества сказок. Например, Сенбад-Марихо, да? Вот эти вот Шехрезада, да, вот эти вот сказки Шехрезады. Про Хаджу. Хаджун-Средин? Ну, интересно тоже. Аладдин, волшебная лампа Аладдина. Вот, мы сегодня будем с вами в сказочке про Аладдина и прекрасную принцессу Бутур. Вот еще такие картиночки. Сегодня вы получите. Это сказка про Аладдина и волшебную лампу. Да. Значит, смотрите. Так как у меня вот такая заготовка, естественно, вы уже привыкли к тому, что я как-то немножечко готовлюсь, и чтобы облегчить работу и ускорить процесс, что-то уже делаю. Одна картинка у меня уже есть. Вот она, принцесса Будур, с Аладдином. Вот. Теперь мне, значит, идея какая? Я, в принципе, могла бы сейчас все эти картиночки вот так вот подряд по кругу и понаклеивать. Но мне кажется, что это немножко оляписто, поэтому мы сделаем по-другому. Мы на двух противоположных сторонах приклеим картиночки. Здесь и прямо противоположная. Эти две стороны мы прокрасим какой-нибудь красочкой, какой-нибудь, потому что мы, наверное, с вами вместе выберем какой. И основная красота у меня будет на крышке. Вот так, как я буду делать крышку, вот так, как я буду делать крышку, также можно будет потом сделать и бока, потому что я вряд ли успею сделать это за один вечер, но просто на крышке покажу принцип, как это делается. Итак, у нас сегодня имитация, как я сказала, по талии, но это, так сказать, как... Получается два в одном. Имитация по талии – это хорошо, но в то же время у меня была и другая задумка. Вот таким образом как-то сымитировать парчу. Это самый распространенный, богатый материал Востока, да? Вот кто помнит, может быть, настоящую парчу? Я не знаю, молодежь наша видела ее вживую парчу или нет. Если кто ходит по музеям, возможно, видел вот эти вот вышитки все золотыми нитями. Так вот, парча – это ткань, вышитая золотыми нитями, причем в двухстороннем таком варианте нити переплетаются, могут сочетаться нити нескольких цветов, и вот создается такой объемный рисунок с золотыми нитями. Ну, практически вот как вышивка, не вышивка, вот это вот такая парча. Роскошь Востока, да? Да, роскошь Востока действительно. Значит, смотрите, а теперь? Теперь я хотела бы наклеить другую картиночку, но вот тоже не стала наклеивать сразу, потому что засомневалась. Картинки нравятся все, но, возможно, какая-то вам понравится больше. Вот здесь вот конкретно лампа, да? Вот девчонки пишут, что парчу они все знают, видели, кто-то работал именно с материалом, как в кальтое, шили одежду. Вот скажите, пожалуйста, какую картиночку мне сейчас наклеить? Первая, вторая или третья? Первая тут у нас девушка с... Наверное, с мамой у Аладдина, помните, да? Ты что, не знаешь, что такое? Каза? Помните всю сказку, да? Девушка с мужчиной и лампа сама. Ну, кто-то склоняется? Какие-то варианты есть? Сейчас, подожди еще, подожди. Ну, пока я... Три, три варианта. Три варианта. На лампе, на лампе. На лампе, да? На лампе, да? На лампе три. Хорошо. Вторая пишут номер три, три написали. С лампой, с лампой, да. Вот мне тоже... Все с лампой, хорошо. Значит, будем делать... Ура! Выбрали лампы. Отлично. Все, ну, тогда давайте продолжать работать дальше. Теперь можно работать быстро. Теперь говорить можно быстро и работать быстро. Естественно, картиночку вырезаем. Откуда я взяла эти картинки? Я нашла их в интернете. И огромное спасибо нашим мастерам с нашей студии, потому что, когда мы начинаем готовиться к вебинару, в общем-то, мы советуем друг другу, что выбрать, как выбрать. И я такую, значит, засылочку в чат бросила девчонкам. Говорю, девчонки, выручайте. У меня восточная тема. Мне понакидали и узор, и картина. Вот узорчики, например, мне кинула Леночка Рекимова. Леночка, если ты в чате, прям вот люблю, обожаю. Зоечка мне кинула вот эти аладдиновские картиночки. Вот. Кое-что тут нашла и сама. Сейчас продолжаем работать. Сейчас я хочу, знаете, что делать? Тарелочки я не взяла. Можно, да? Значит, сейчас я буду наклеивать картинку. И пока наклею, я тоже буду рассказывать. Итак, значит, нашла я эти картиночки. И, естественно, пошла распечатывать их на обычной офисной бумаге. Поэтому не пугайтесь, если у вас дома не тот принтер, который вам надо, например, не лазерный. Хорошо, если у вас лазерный есть. У меня его нет. Поэтому я просто беру картинки, нахожу их в интернете и иду либо в мини-типографию, либо иду... Сейчас, кстати, много частных. Обратитесь, если есть где-то рядышком. Там здорово, там у них такие краски красивые на их аппаратах специальных. Либо иду в фотоцентр, и там мне печатают картиночки. Значит, смотрите, я сейчас взяла клей ПВА. ПВА строительный. Клей ПВА обычный вот. Мы всегда им работаем, когда работаем с картинками. Именно с плотной бумагой. Именно с плотной бумагой. Потому что, когда я работаю с салфетками, я, конечно, беру специальный докупажный клей. Хотя можно работать и клеем ПВА. Но мне как-то комфортнее со специальным клеем. Значит, смотрите. Я работу не грунтовала, потому что практически клей ПВА является грунтом. Поэтому я первый слой ПВА наложила на заготовку таким образом, якобы прогрунтовав ее. Теперь картиночку свою. Я увлажняю. Опять из бронской-то. Вообще-то это лживо такое приятное распыление, но у меня почему-то бьет струей. У нас все время бьет струей. Да, у нас бьет струей. Смочила картиночку. Для чего мы это делаем? Чтобы картиночка приняла свое, от увлажнения приняла свою форму и растянулась так, как надо. Она растягивается где-то на миллиметр, на два. Немного. Но все-таки это важно для того, чтобы, когда мы начинаем клеить картинку на заготовку, у нас не было морщинок. Если мы начнем клеить сухую картинку, то образуются морщинки, потому что именно на заготовке, под действием клея на водной основе вот этого ПВА, у нас начинается растягивание бумаги. И прямо на заготовке она начинает у нас морщиться. Чтобы избежать этого, я заранее увлажняю, то есть придаю ей форму и начинаю с ней работать. Увлажнила. Убрала салфеткой излишки влаги. Вот у нас Анна задает вопрос, уже несколько раз пишет, давай ответим. Она говорит, а как основа банка подойдет? Банка какая? Да, любая подойдет. Металлическая, стеклянная. Возможно, у вас банка из-под чая металлическая или под кофе. Возможно, у вас стеклянная банка. Да любая подойдет, любой материал. Конечно, любой. Значит, смотрите, я смазала клеем ПВА обратную сторону картинки. Так, чтобы луж не было, но чтобы покрытие было плотным. Чтобы не было островков непроклеенной бумаги. Еще раз освежаю сторону заготовки. Просто освежаю. Обязательно хорошо промазываем все краешки и уголочки. Потому что именно здесь у нас начинаются все эти вот отслаивания картинок и прочее. Обычно я работаю мокрыми пальчиками, когда работаю вот с такой влажной бумагой. Чтобы не порвать ее. Наложила, спасибо, Маташа. Наложила картиночку. Вот чем хорошо работать плотной бумагой? Наложила. И валиком можно прикатать. Можно валиком. Можно прокладить салфеточки. Лучше всего, конечно, наложить какую-то салфетку, либо файлик. И можно, знаете, как сделать? Я всегда держу шпатель под рукой. Обыкновенный резиновый шпатель. Я еще и так вот могу сделать. Видите? Брежать. И этим шпателем у меня выгоняются излишки влаги, излишки клея, излишки воды. Скажи, а почему надо вот какую-то салфеточку или файлик? Чтобы не испортить картинку. Если я сейчас начну по нашей свежей картиночке, которая у меня ничем не защищена, ни лаком, ничем, только что принесена из типографии или фотоцентра, если я сейчас начну по ней елозить, например, шпателем, я же просто сдеру картинку. Так, теперь мне надо высушить эту картиночку и, собственно говоря, взволокировать и работать дальше. Ну, давай мы ее отставим. Нет, я не хочу ее отставлять. Я вот что хочу сделать. Дело в том, что для того, чтобы ее высушить, конечно, можно пользоваться феном. Но не сразу. Обычно на расточку хотя бы 20 минут давайте. У меня не получится 20 минут. Скорее всего, через 5 минут начну уже сушить ее с феном. Но если вы работаете в домашних условиях, то, пожалуйста, конечно, старайтесь и сушить в нормальных, естественных условиях. Теперь, значит, давайте я просто аккуратненько продолжу работать дальше. Вот у меня такие картиночки. И, как я уже сказала, по кабиночке я хочу покрасить краской. Да, вопрос? Да, вот Стелла нам задает. А на металлических банках от чая, вот как бар, круглые на 200 грамм, там буквы выпуклые. Как их вот сглаживать можно выравнивать? Да, то есть сглаживать их, конечно, надо. Я не знаю, мой вебинар, наверное, не проводили еще на эту тему, хотя я готовила. Значит, я обычно просто дополнительно чем-то закрываю эти буквы, то есть я добавляю рельефа, объема, да. Я использую либо какие-то пасты, либо я использую какие-то самозатеревающие массы, чтобы выровнять поверхность и на ней выработать. Как чайник мы делаем. Да, вот у меня был вебинар, не вебинар, у меня был оплатный мастер-класс «Китайский чайник». Вот там мы как раз работали с этой пластикой, закрывали объемы, которые нам были не нужны. Итак, значит, смотрите, давайте я буду сейчас красить. Значит, как всегда я говорю вам и повторяю, что когда я выбираю краску, я стараюсь привязаться к рисунку. Но так как у меня тема яркая, восточная, краски должны быть тоже яркие, сочные такие, да, прямо игристые и игривые. Это тоже хорошее слово. Значит, я, допустим, для себя придумала цвет красный сюда сделать. Вот мне кажется, это будет ярко. Можно сиреневый под цвет платья, но сиреневый для меня кажется немножко как нескучноватым. Больше оранжевый как-то, да? Да, вот хочется яркого цвета. То есть если красный, то вот с таким вот этажом, да? Яркий, яркий, да. Если у вас какие-то есть рекомендации или советы, или желания, может быть, вы напишите. Вот я хочу сейчас остановиться на таком красно-оранжевом. Сейчас я его буду делать, этот цвет себе. Пока я его делаю, если вы сейчас что-то другое придумаете, пишите мне, я быстренько переоблюсь. То есть у нас, получается, вот картинки, да, из этих картинок надо выбрать цвет, который будет наноситься, хотя вот на этой картинке она, смотри, какая зелено-синяя, вот посмотри. Оно хочется яркости. Но вот красный присутствует совсем немножко, вот красный. Просто зелено-синяя у меня уже есть. Ну, давайте что-нибудь разненькое сделаем. Разненькое, давайте поиграемся. Оранжевый, желтый супер. Ну да, я тоже, кстати, желтый смотрю, но как мы будем... На желтом будет неинтересна та тема, которую я хочу вам предложить. Нет, она будет интересна, но ее будет не так видно. Ее надо с чем-то сочетать. Да, то есть дома вы это можете потом повторить на желтом цвете, хорошо? Просто я подборку сделала под более темные краски. Так, а теперь я хотела бы открыть. Открыла. Так, ну что, давайте все-таки сделаю красную такую краску с оранжевым соединить. Оранжевый, вот девчонки пишут. Желтый, зеленый, оранжевый, синий, оранжевый, красный, оранжевый. Ну, мнения разделились, потому что действительно очень много цветов на самой картинке. Ну да, но самый, по-моему, основной часто встречающийся, это именно красно-желтый, то есть оранжевый. Красный с оранжевым. Ну вот кто-то поддерживает твое решение. Ну вот я просто думала, что, может быть, если вы... Хотя вот смотри, вот на вот этой, вот на этой шкатулке, вот на орнаменте, смотри, здесь синий с желтым, да? Да. Да? Синий с оранжевым. То есть, в принципе, ну, на желтом можно будет играть какими-то другими оттенками. Вот видишь, на желтом зеленый, на желтом красный. Можно, конечно, конечно, можно. Так, ну я просто уже, как свое мнение, совпало мое мнение с мнением многих. А, ну мы же, вот он образец, который... Это чисто на красном. Вот, вот, пожалуйста. Поэтому мне тоже не хотелось повторяться, а именно хотелось уйти в более желтоватый оттенок. Вот, пожалуйста, образец, который вот... Сделан на красном. Преследуется, скажем так, да? Вот мы собираемся что-то... Вот это парча, имитация парчи, если поближе вот покажу, вот видите? Да, Микария? Да, да, да. То есть вот такая вот... Я тут пока красочку развожу, Наташа вам показывает мои образцы. Угу. Так, пошел, пошел. Ну так, посветлее, да? Прямо посветлее надо. Угу. Яркий, яркий хочу цвет. О, красавчик, да? Класс. Светлее, наверное, уже не надо, это будет неинтересно. Так, ну что, я начинаю красить. Не забываю, что у меня здесь еще не приклеена картинка. Я сейчас вот когда покрашу, тогда мы, наверное, и отправим ее сушиться, а я перейду к основному разделу нашей программы. Итак, первое, что я должна сделать, это, во-первых, я, конечно, покрашу крышечку. Крышечку, крышечку. Спасибо большое, очень важно ваше мнение, спасибо, ребята. Так, ой, какой красный. Очень, очень, ну красавец же. А ярко, а я хотела ярко. Ребята, ну хочется уже яркости. Ну, со солнышком все уже соскучились. Хочу на юг. То в Венецию, то на юг. Мне вечно куда-то тянет. Ну, пора тебе путешествовать. Пора, пора, точно. Так, я взяла мягкую кисточку, потому что с той просто сняла, что называется, остатки краски. А мягкой, конечно, надо их вот таким образом разровнять, чтобы не было бороздочек от моего прокраса. Так, чтобы поверхность была ровненькая. Так, ну что, сейчас мы, наверное... А вот эти бороздки надо или нет? Пока не надо, я другим цветом их покрашу, да и все. Поэтому не стала их даже закрашивать. Опять-таки, обратите внимание на то, что я предварительно не грунтовала, потому что сама акриловая краска практически является грунтом. Наша Лена Екимова написала, аж ноги согрелись от такого цвета красивого. Не хватает нам солнышка, да, Лена? Хотим можно. Как там в Саврополе, Лена, тоже смерть не мороз. Да, тепла хочется, Дарья говорит, в Ростове минус 15, это точно. Да, для нас это прямо вот... Прямо катастрофическая температура. Ну, в общем-то, да, такая экстремальная. Не то, что нам Лена Екимова говорит, что вы не знаете, что такое минус 53 просто, девочки. Я знаю, что такое минус 58, Лена. Когда-то приходилось бывать в Надыме на практике, три года подряд ездила. Так там 58 однажды застала. Ну и как? Ну, здорово! Лучше, чем наши 15 в Ростове. Взбодрила, взбодрила этот минус 58. У нас минус 20, вот Оксана пишет. Так, ну красавчик какой цвет, получился яркий. То есть я хотела чего-то яркого, я получила яркое. Вот, вот, вот оно. Пошел, пошел. Да, то есть, вот посмотрите, идет... Идет вот такой, идет вот такой, как сказать, даже контраст красок, да? О, Татьяна говорит, а у нас на Севере плюс 3. Вот тебе, пожалуйста, Ростов-Юг, а у нас минус 15. Что-то в жизни в этой происходит. А у нас минус 18. Вот, пожалуйста. Давайте греться этими яркими красками. Как говорит наша Лена, аж ноги согреваются. Значит, будем греться, как у очага, как у огонечка, да? Потому что краска действительно яркая, как сам, наверное, огонь. А Стелла говорит, осталось сделать лампу Аладдина и вызвать Жина, чтобы отправил нас на юга. Нет, наверное, лучше на север. У кого там плюс 3? А что? В Питере ноль, пожалуйста. Здравствуйте, все, кто добавляется. Добрый вечер, девчонки. Мы вас рады видеть. А мы уже работаем. Да, мы усиленно работаем и ярко раскрашиваем наш предмет. Ну, яркий, сочный. Ну, это то, что я и хотела, в общем-то. То, что я и хотела. Значит, сейчас мы отложим в сторону вот эту штуковину. Может быть, попросим, Люлю нам посушить феном? Ну, сейчас посмотрим, да? Я просто фен здесь. А, фен здесь, хорошо. Значит, смотрите. Мне надо подсушить, во-первых, сторону, которую я прокрасила, и, во-вторых, мне надо подсушить картинку. Помните, у меня же картинка-то еще, собственно говоря, не высохла. Итак, я подготовила под мои парчевые узоры всю поверхность, и крышечку, и боковинки нашей шкатулочки. Но для того, чтобы, опять-таки, не проставить, пока у меня все это сохнет, естественно, мы с вами продолжим работать. И, как я уже и сказала, мы продолжим делать вот эту шкатулку. Потому что она практически выполнена точно так же, как и ту, которую мы делаем сейчас. То есть, я наклеила какую-то картинку, я наклеила картинки по бокам, вот такие восточные узорчики, спасибо, Леночке Якимовой, и я прокрасила боковиночки, да? И на одной я уже сделала какой-то красивый рисунок такой парчевый, а на другой, вот сейчас мы и будем его делать. То есть, поняли, да? Что алгоритм работы тот же самый. Картинка, картинка, краски, а вот теперь самое интересное. Новый год-то у нас закончился. Ну-ка вспомните, какие материалы вы применяли, когда делали какие-то красивые елочные игрушки, украшения, как много на Новый год у нас используются всяческой мишуры, и, конечно же, блесток. Вот тот, кто ответил, что да, мы используем блестки, то вот посмотрите, сколько блесток я тут принесла. А я ими тоже пользуюсь уже несколько лет. У меня всегда вот такой запас разных цветов. Вот у меня есть золотые оттеночки, есть какие-то зеленые, есть какие-то сиреневые, красные, то есть всячески, синие. Ну, то есть, ну, люблю я это дело, особенно когда Новый год, и всегда украшаю какими-то яркими, такими красками. Значит, смотрите, мы подготовили с вами обновленные блестки. Сразу скажу, что вот я покупала, я не знаю, как в каком городе, но у нас вот в Ростове я купила в магазине Палитра еще по цене 35 рублей за такой пакет. И такого пакета, ну, я вас уверяю, ну, хватит, ну, на несколько шкатулок, потому что вроде бы он и кажется маленьким, но не так много этих блесток и надо. Вот вам имитация потали. 35 рублей, и несколько раз вы можете в шкатулок делать по разным, разные стороны, там, 4, 5, 10 и так далее. Вы успеете вот этим пакетиком, собственно говоря, оформить. Значит, что мы дальше берем? Трафарет, естественно, трафарет. Но вот тут одно важное условие. Трафарет должен быть обязательно на липкой основе. Кто-нибудь... Есть такой, что не знает, что значит трафарет на липкой основе? Потому что такие трафареты давно в ходу, такие трафареты продаются, они не такие уж и дорогие, и, в общем-то, у меня в запасе давно они уже есть, в интернете их можно купить, и в магазинах, даже в книжных магазинах есть ангельчики какие-то, и вы там можете приобретать такие трафареты. Я вот вам просто покажу, да, то есть что значит на липкой основе? Для тех, кто, может быть, и правда новичок, еще не знает, что это такое. Обыкновенная вот какая-то такая плееночка довольно плотная, но обратная сторона, вот если я сниму вот этот прозрачный, как файлик, да, вот эту пленочку, она липкая, причем он тоже многоразовый, и когда мы прикладываем его к какому-то своему предмету, то вот этой липкой стороной очень хорошо приклеивается, трафарет никуда не двигается, все эти прорези плотно зафиксированы, и в эти прорези не проникает ни краска и ничего другое лишнее. Вот поэтому я очень рекомендую пользоваться именно таким трафаретом. В принципе, если вы наловчитесь, вы можете пользоваться и обычным трафаретом, но это будет более кропотливая работа и более такая утонченная, и надо просто быть очень аккуратным. Берешь такие трафареты, вот Марина спрашивает, видимо, из Ростова тоже. Из Ростова. Вот эти трафареты я покупала в магазине Леонардо. Их там очень много и большой выбор. Именно в магазине Леонардо. Их же очень можно, как очень много, можно найти в интернете. Такие продаются в сети магазинах, знаете, «Читай город» или «Новый книжник» еще раньше называли, да, эти магазины. Ну, в больших городах такие магазины есть. В интернете можно купить? В интернете, да. Ну, если кто-то из более мелких пунктов населенных, да, то, в общем-то, все это находится в интернете. Я выбрала, если вы уже узнали, да, я выбрала для своей работы, ой, а я его не думала, вот такой вот интересный трафаретик, сказала я, а трафарет куда-то. Вот этот? Этот, но он у меня был уже начатый, что ж я новый-то буду начинать. Так, девчонки, куда-то. А, вот он, нашла. Так, значит, смотрите, я выбрала вот такой трафарет. Вот он у меня в новом виде еще. Видите? Вот это в стареньком. Я всегда беру по несколько раз, потому что работаю очень много, учеников очень много приходит. Значит, что хочу сказать? Конечно, эти трафареты, если сейчас мы будем работать в том стиле, в который я сейчас вам покажу, а работа будет блестками, он у вас износится быстрее, чем ежели вы бы просто красками пользовались. Ну, вот сразу признаюсь. Ну, возможно, вам хватит на две шкатулки, не более того. Потому что, сейчас покажу даже как пример, потому что, если вы будете работать таким трафаретом, вы должны понимать, что вот эти блесточки очень мелкие, они будут на обратную сторону налипать, но это я торопилась. Можно, конечно, как-то срок службы трафарета удлинить, если работать более аккуратно. Но я всегда работаю как-то вот быстренько. И вот этим трафаретом я, наверное, наложила, сейчас скажу, наверное, раза четыре или пять я попользовалась им. Если бы я пользовалась просто красками, возможно, я бы попользовалась им, ну, может быть, пятнадцать раз. Ну, ты знаешь, эта липкость, она все равно уходит со временем. Но я говорю, либо я пятнадцать раз попользуюсь как обычным трафаретом, либо вот пять раз я попользовалась уже через блестки, делая парчок. Итак, я уже сказала, что я выбрала себе вот такой трафаретик. Что же мы делаем дальше? Устанавливаем поудобней нашу заготовочку. Трафарет снимаю с подложки, с основы. Вот здесь надо быть особенно аккуратным, потому что он у меня еще довольно липкий, хотя видите, я сколько им работала. Он тоже уже немножечко поизносился, вот если видно, да? Но довольно липко себя ведет. И когда вы снимаете у вас подложечки вот этой пластиковой, то будьте аккуратны, чтобы не порвать вот все эти прорези, да? Я про это и говорила, что когда первый раз снимаешь, он такой липучий, что он прям рвет, скажем так, настолько много там этого клея липучего. Вот. И на самом деле сложно мыть, как бы. Ну, это надо но без этих трафаретов, если их делают, значит, это надо. Ну, особенно на круглой поверхности. На круглой поверхности. Или вот для таких дел, которые сейчас я буду показывать. Так, ну вот я как-то снимаю его. Кто пользовался такими трафаретами, уже понимает, о чем речь. Кто не пользовался, вот такой этап, он неминуем. И вам придется это делать. Даже не в этой работе, может быть, но все равно когда-то вы столкнетесь. Так, сняла. Значит, теперь, смотрите, трафаретик очень старенький. Я даже скажу, что я сначала пользовалась, делала какие-то красочные узорчики, потом, кстати, я через него уже делала имитацию камня, по-моему, еще в том году. Да. И вот он меня до сих пор служит, еще сейчас вот работает на то, чтобы я делала с вами из него парчун. Так, сейчас я вспомню, какой стороной я его клала. Ага. Вот эти вот тюльпанчики у меня наверх. Значит, смотрите, очень удобно, что он липкий. Кстати, у меня и поверхность, если вы обратили внимание, она как немножечко дутенькая, да? Да, высыплая. Такая покатая, выпуклая, или как это сказать. Поэтому особенно важно, чтобы здесь трафарет был именно липкий, потому что по этой форме я смогу его прижать, зафиксировать, и вот таким образом он у меня уже никуда не денется. Все прорези у меня плотно зафиксированы, и я уже буду знать, что у меня сквозь прорезы под сам трафарет не попадет ничего лишнего. А вот теперь, теперь все очень просто, но проще некуда. Я возьму свой наборчик с блестками, тут немножко у меня даже рассыпалось, вот у меня уже начатые, это золотые блесточки, вы видите, да? Это золотые блесточки, я их подготовила. Лак беру акриловый, глянцевый, вот тут, пожалуйста, будьте внимательны, именно глянцевый, не матовый, потому что вы сами понимаете, блестки у нас блестят, а если мы сейчас их начнем сажать на матовый лак, то блестк немножко, ну в любом случае, может куда-то испариться, и они станут тусклыми и неинтересными, и не будет уже этого эффекта потали. Взяла губку, обыкновенный кусочек поролона, это может быть губка для мытья посуды, и в общем-то, такие кусочки я себе нарезаю, ну такие спонжики. Макнула в лак акриловый, глянцевый, отбила излишки, чтобы не было вот этих вот, так сказать, ну капель, пузырей и прочего, и теперь вот этой губкой, этим лаком, я полностью прохожусь по трафарету, заполняю лаком, он у меня будет служить, как клей, на который будут сажаться блестки. Я аккуратно заполняю лаком все прорези. Вот здесь у меня немножко неаккуратно легла. Так, вот здесь у меня будет небольшой дефект, потому что трафарет у меня вот тут порвался сейчас только что. Но я думаю, вы меня простите, потому что понимаете, о чем речь, да? Ладно, будем так работать. Ну что, что-то переделаешь. Значит, так и надо. Значит, смотрите, заполняю все прорези глянцевым лаком. Какой фирмы лак у тебя? У меня сайр лак строительный. Собственно говоря, это не так важно. Вы, наверное, каждый уже, если вы давно занимаетесь, то каждый для себя уже выбрал самый удобный лак, которым вы пользуетесь. Если вы еще только новичок, ну, тогда запоминаете сайр лак, лайкра, саннет лаки, можно брать творческие, что там у нас еще применяется, паркетные лаки, яхтные лаки. Какой есть у вас, да? Да, вот в любом случае вы должны пойти в магазин и все равно с первого раза, возможно, вы даже не подберете. Вы один раз возьмите один лак. Понравится? Хорошо. А не понравится, но вам придется опытным путем подбирать другой лак, третий и так далее. Значит, смотрите, пока у меня лак, естественно, не высыпь, он же у меня сейчас будет служить как бы клеем, я начинаю присыпать блестками. Ну, я вот так вот даже не ссыплю, не так, как мы соль, да, солим. Я прямо вот так вот насыпаю из пакетика. Это только кажется, что много, на самом деле, его почему-то мало используется, почему-то прям надолго хватает пакетика. Значит, смотрите, прямо по прорезям вот так вот насыпаю. Может быть, где-то сначала даже неполное так вот получается как покрытие, где-то еще какие-то кусочки торчат, прорези незаполненных. Мы сейчас будем все это корректировать и пальчиком, в общем-то, по всем нужным местам размазывать, разносить. Вот видите, да? Отлично. Хорошо видно все, да? Да, да, да. А вот сейчас начнется самое интересное, потому что это еще только цветочки, это еще не самое интересное. А что, вот это еще не конец? Это еще не конец. Значит, теперь смотрите, рассыпали, естественно, вам надо пальчиком подкорректировать и аккуратненько, без сильного нажима, пока что вот эту все, как вот эти блестки, вот эту пудру блестящую, вы все разносите, заполняя вот все прорези, чтобы они у вас аккуратно-аккуратно заполнились. Все-все-все прорези. Значит, сильно пальцем не трите, потому что вы будете стирать лак и тем самым, в общем-то, его убирать с поверхности и приклеиваться блесткам будет некуда. Я вот так вот аккуратненько, просто разнесла по нужным местам. Так, теперь, теперь... Интересно, что теперь? У нас нету просто листа бумаги какого-то? Сейчас посмотрим. Просто листа бумаги, да, что-то я не подумала. Сейчас, есть, есть. Я просто хочу излишки вот этой вот блестящей массы убрать на бумагу. Значит, смотрите, я взяла какую-то бумагу, нормальная какая-то красивая бумага. Да, я думаю. И теперь я даже могу вот так вот опустить и излишки пудры, они сами уйдут. Так, постучала? Излишки ушли. Кстати, их можно еще использовать, поэтому мы их не убираем. Не убираем. Далеко не убираем, да, не выкидываем. И вот теперь, вот какое-то время прошло, ну, пусть это будет, может быть, минуточка. Ну, пока я говорила, наверное, минутка-две прошло. Вот теперь можно более плотненько как бы втирать эти блестки в прорези трафарета. Что происходит? То есть, если сначала они просто как навалы такой рыхлой массой прилипы к лаку, то теперь вы прижимаете, выравниваете, сглаживаете, и получается такой эффект вот именно по талии. Не рыхлый, а как плотненько, как листочек лег. Здорово. Видите, я вот так вот прямо аж прижимаю. Ольга пишет, а я все думала, ну, куда мне эти блестки? Супер, Галя! Ну, я вот тоже об этом думала. Они у меня вот по нескольку лет лежат, потому что каждый Новый год я их использую. Они у меня накапливаются, разных цветов. И в этот раз я решила, ну что, ну, надо же что-то вот в пользу их пустить. Пока ты пальчиком работаешь с блестками, Татьяну мы прочитаем, Татьяна Зиновьева. Галя — это тишина, но трактовка неверна. Все, кто нашу Галю, знают, с ней никто не заскучает. Так активно и шустро, на фантазии щедра. Много разных техник знает, так легко их применяет. Внемлим мы у монитора, а работа раз — готова. Даже если есть дефект, превратит его в эффект. Танюша, браво! Это целая поэма. Браво, Таня, так приятно. Вообще здоровские стихи. Я всегда поражаюсь, как девчонкам вот это удается. Вот так вот легко управлять своим слогом. Таня, спасибо огромное. Огромное спасибо. Очень приятно такие вещи читать. Значит, смотрите. О, какой удивитель. Да, уже что-то получилось. А вот теперь... Так, а где моя подложечка, не знаешь? А вот, с которой я снимала. А, нет. Вот здесь. Это очень важно. Вот она. Ага, теперь, значит, смотрите. Вот та подложечка, с которой мы сняли наш трафарет, это очень важно. Теперь снимаем аккуратно. Рисунок у нас сохраняется, потому что лак у нас попадал только конкретно по рисуночку. Приклеились блестки только там, где надо. То, что сейчас попало где-то рядышком, ну, оно же на сухую поверхность попало, когда все высохнет, я просто тоже возьму и кисточкой пройдусь, уберу все эти излишки, и будет чисто. А вот этот трафарет мы снова, прям в таком виде, как есть, наклеиваем на его основу, на вот эту пленочку плотненькую, прижимаем хорошо и идем мыть. О, вот это, ты знаешь, очень важный нюанс, потому что я думала, как ты с ним дальше будешь работать? Он же весь в лаке, и все блестки. Конечно, обратную сторону я сохранила, видите? Вот о чем я говорю, чем аккуратнее вы будете работать, тем на дольше вам хватит, не на один предмет, а на несколько. И я опускаю его в воду, в воду с водой, понятно, да? В ведро с водой. О, легко смывается. Легко смывается. Вот эта пластиковая основа, она защищает изнаночный слой липкий. Прям видно, что, ты знаешь, ой, как ты упростила этот процесс, просто он, смотрите, вся ведро, все в золоте у нас. Вот, и смотрите, чистый трафарет, а-ля, оп, и готово, Галя. Ну, что значит технология? Когда есть технология. Главное, что все это очень просто, правда же? Да. Ничего сложного в этом нет. Потому что я когда глянула, когда ты наносила эти блестки, лагула, ну, это ж... Что это будет, да? Что потом дальше будет? Ну, теперь что нам надо сделать? Теперь нам в любом случае надо это сушить, потому что я не смогу работать дальше, пока мы не высушим. Ну, что, Наташа, давай тогда на три секундочки как мы... Да, три секундочки мы подсушим. Только так, чтобы мы с тобой не... Улетели. Да, не улетели все наши блестки. Давай я вот это унесу, унесу. Уберу вниз. Да. Давай посмотрим, вот оно вот это еще у нас. Это надо сушить. Да? Сушить? Это надо сушить, конечно. Ну, вот мы как раз и посушим вот это все. Давай, что это сушить, я тебя вот сюда. Да, давай, спрячь. Да. Мы чуть-чуть сушим. Чуть-чуть сушим. У нас пару минут сушка. Ура! Теперь я знаю, как пользоваться золотым блеском и что еще делать. И это еще не все. Вы думаете, мы закончили работу? Да. Это только начало, первый шаг, потому что мы будем сейчас еще наносить трафарет, еще наносить блестки другого цвета. За идею про трафарет, спасибо. Действительно, для меня это тоже была очень интересная идея, именно как с ним работать с блестками. включили звук. Отлично. Мы все высушили. И смотрите, вот там, где у меня поталь, ой, поталь, ну не поталь, конечно же, это блестки, да, вы можете взять сильно такую жесткую щетку и вот все эти излишки вот так вот потереть и убрать. Видите, как они легко убираются? Убрали. У вас остается только там, где поработал трафарет. Посмотрите, как чисто и аккуратно у нас все получилось. И получается уже вот эта восточная тема, она очень красиво придерживается, да? Вот здесь у меня немножко побогаче. Я сейчас покажу, как сделать богаче. Вот. Но я просто показала, как... Кстати, можно работать и вот так вот в одиночном варианте, никак не усложнять этот трафарет. Уже красиво. Но я хотела бы вам сейчас, пока Наташа у меня пошла мыть ведро от всех этих блесток и кисточки промывать, потому что блесток действительно налетело очень много, вот это учитывайте, потому что тут говорят у меня уже все лицо в блестках и платье в блестках. Ну, буду блестеть, как мишура на новогодние елки, возможно, это продолжит мой праздник. Но я хотела бы вас познакомить еще с одной работой. Так как мы с вами говорим сегодня о поталии и об имитации поталии, у меня новый обучающий материал, но тут уже не имитация поталии, тут уже настоящая поталь. Вот такой вот, вот такой вот бочоночек. То ли бочоночек, то ли такая шкатулочка, то ли, ну как сказать, вот такой вот интересный предмет. Здесь работа именно с поталью. Обратите внимание, вот восточная тема у нас продолжается, да? То у нас Ближний Восток, какие-то арабские страны, Багдад, Ирак, Персия старая, да? Вот, здесь у нас уже индийский вариант, но снова солнце, снова золото, снова роскошь, да? Вот мы работали с поталью, причем поталь была разных видов. Мы работали и в листовой поталью, и хлопковой поталью. Не хлопковая, я не так сказала, поталь в хлопьях. Вот все вот эти красивые узорчики мы тоже будем учиться делать. Вот эти элементы, ну опять-таки мои любимые гибкие элементы. То есть, что здесь за элементы? Давай покажем. Где они? Вот он элемент, да? Вот он элемент, понял? То есть, вот канва, вот канва, где еще? Значит, вот эти гибкие элементы, здесь вот это же все тоже как вот, здесь не элементы, но здесь в круговую сделан рисунок. То есть, форма сложная, цилиндрическая, и иногда бывает надо вот именно ее оформить объемами. Крышка была плоская, вот такая вот. Крышка была, да, крышка была вот такая. Да, и мы ее делаем. Мы сделали ее круглой, то есть, она была абсолютно плоская крышка. Это была банка для соли. Из какого материала, там, то ли фанера, то ли фанерная, по-моему, да? Три фанера круглая такая получается? Да, да, фанера. Бывает, да? Вот. Но главное, что все вот эти накладные элементы, все они сделаны немножко по-разному. Вот, вот все, то есть, вот этот, вот этот элемент, вот эти элементы, вот это, это все сборные элементы. Вот про слоников спрашивают, что за слоники? Все это будет рассказываться, все это подробненько, откуда, где. И они еще в своем первозданном виде там будут показаны. Это потом уже, когда мы их на место прицепили, вот они смотрятся так. А как мы сделали, чтобы они смотрелись именно таким образом? Я очень подробно все это рассказываю. Вот здесь работа с салфеточкой. То есть, вот видите, салфетка. Вот этот фон восточный, плюс объемы, плюс роскошь индийских таких, знаете, раджей. И, в общем-то, как я называю это что-то, что-то сродни сокровища магры. Патинирование потали. Потали, нескольких цветов. Вы обратили внимание, что вот эти потрапления, это тоже потали. Вот, видите, вот это все потрапления. Да, это тоже поталь. Как, для чего, что, чем запатинировали. Я вас удивлю, что патина вообще здесь не применялась. Патинировали без патины. Я думаю, вам это тоже будет интересно. И, Наташа, у нас ведь сегодня сюрприз. У нас сегодня подарок полагается. А подарок у нас полагается тому, кто сейчас первый в чате напишет полное название вот этой моей шкатулки. Видео-мастер-класса полностью. Да, вот этот видео-мастер-класс, вот эту обучающую программу, естественно, у нее есть название. Вот если вы его сейчас вспомните, узнаете, найдете. Пройти полная. Да, найдете его, когда пройдете по баннеру. И первый, кто напишет полное название этого видео-обучающего материала, получает подарок. Это будет моя работа, сделанная с вами в онлайне на прошлом вебинаре. Это будет вот эта корзиночка. Да. О, Лена Якимова, так нечестно. Лена пишет Якимова. Нет, Лена Якимова, тебе не правда, это нельзя. Лена, мастера не участвует. Что это такое? Лена, написала первая имитация металла, поталь, шкатулка, великий хат. Нет, Лена отметается. Нет, не пойдет. Подожди, подожди, подожди. Вот Тая написала. Тая написала. Новинка, видео, мастер-класс. Вот. Имитация металла, поталь, шкатулка, великий хат. Здорово, Тая, вы Тая. Не Сергеева ли Тая? Да, да, да. Тая Сергеева. Да, ты знаешь? Да, ну, конечно, я знаю Тая Сергеева. Значит, девочки, о чем я хочу сказать? Я вообще вдалеке вот этот чат не вижу. Для чего у меня тут Наташа сидит, она все читает. Я абсолютно не вижу букв, но когда мне Наташа сказала Тая, ну, у меня только одна Тая, Сергеева, конечно, я помню, Таечка. Спасибо вам огромное, что вы всегда с нами. И вот этот вот, такая корзиночка с символом этого года, 2017-го. Плюс у нас еще скоро, да, скоро Пасха. Таечка, в личку я жду от вас ваш адрес. Да, в личку, Галя, пишите, вам посылка идет. Мы с вами, по-моему, друзья, да, Тая? Поэтому жду ваш адрес с полным индексом, полное имя, чтобы я конкретно своими руками пошла и отправила на почту ваш подарок. Значит, Лена с Милой начали мне говорить, что в правилах ничего не говорилось. Девочки, ну, не должна быть подстава, вы понимаете? Должно быть все реально. Ну, что, мастера наши будут выигрывать наши же подарки? Нечестно, девчонки. Ну, вы не обижайтесь, но это нечестно. У нас должны выиграть все, кто живут не в нашей студии. Да, Тая, да, хотелось бы знать, потому что у девчонок, вот я забыла предупредить, вот если вы по России, тогда я смогу отправить. Если вы за пределами России, вот Тая, я надеюсь, что в России, да. Германия, Германия, Прага, да. Просто невозможно отправить, настолько бешеные цены, там за тысячи будут заваливать. Не, не за тысячи, мы даже как-то один пытались подарок отправить, 14 тысяч нам надо. 14 тысяч даже, вы представляете себе? То есть, конечно, я не смогу этого сделать, за 14 тысяч можно вообще прилететь куда-нибудь, взять билет и полететь. Здорово. Так, я в Подмосковье живу, Тая. Таечка, прекрасно, отлично. Люблю Подмосковье и Москву. Почти родное место, потому что у меня там сын живет. Кстати, а сегодня у меня большой праздник. Сегодня у меня огромный праздник, потому что именно сегодня, 31 января, 30 лет назад у меня родился сын. Ура, Галя, поздравляю. Спасибо. Вспомнила сегодня о сыне, о твоем празднике. Вся в трудах, в трудах. Галя, Галя, первым делом сейчас заканчиваем. Здравствуй, да? Сейчас я попрошу, сейчас я попрошу Наташу мне помочь, чтобы не задерживаться. Наташа, да? Мне нужно только вот убрать вот этот, вот этот клочочек и залакировать матовым лаком. Вот я лак тебе достаю, чтобы я продолжала работать дальше с девочками. Девочки, просто снимаем вот этот излишечек, ну, поняли, да, вот этот лохмоточек, и лакируем всю поверхность, чтобы мы могли работать дальше. Ну, девчонки тебе пишут, поздравляем, мамочку волшебницу. Спасибо большое, спасибо огромное. Чудо, маму, поздравляем, это правда. Все девчонки присоединяются, посмотри, все. Спасибо, спасибо. И наши девочки, и Галина, и Татьяна, и девчонки, которые вот Светлана, Розия, все поздравляют, потому что все тоже мамочки. Конечно, тогда вы меня понимаете, какая это радость, когда детки уже взрослые, когда маленькие радость, когда взрослые большая радость, просто огромная. Значит, Наташа мне помогает лакировать, я крышечку уже успела так быстренько под шумок залакировать, чтобы не задерживать работу. То есть у меня наложена краска, помните, да? И один слой матового лака, можно и глянцевым, ну, просто я вот, ну, как-то не знаю, ну, я люблю основу накладывать матовым, но если вы любите, когда что-то блестит, работайте глянцевым, полностью всю работу. Итак, у меня залакировано одним слоем. Сюда трафарет, возьму другой. Вот у меня тоже, я же говорила, что я много трафаретов покупаю, когда вижу красивые, я понимаю, что работаю им часто, потому что мастер-классы тоже часто, людей много проходит через живые мастер-классы. Вот у меня аж три трафарета. Вот эти два новенькие, по-моему, еще не пользованные, а этим я уже пользовалась, видите, тут даже видны блестки какие-то. Но очень красивый трафарет, видите, какие узорчики такие, они тоже очень напоминают восточный такой мотивчик, поэтому я буду пользоваться ими. Ну, новенькие-то я показала, взяла на всякий случай, думаю, ну, если какой-то форс-мажор, то я раз и новенький возьму. Но давайте начну все-таки стареньким. Будем добивать старенький трафарет, чтобы он уже послужил на полную силу. Снова снимаю с пленочки. У нас прям как семья. Девчонки участвуют во всех процессах жизни мастеров. Знают, когда у нее сын родился. Какие, что происходит в семье. Вовремя забежала Лилия Юнусова. О, Лилочка, добрый вечер. Ирина, поздравляю. Часы висят и тигруют. Точнейшее время, Лилечка, мне Лиля подарила на Новый год, прислала часы с петухом. Ух ты, ух ты, какая молодец, Лиля. Вот это да. Значит, не только мы дарим подарки, но и нам дарят. Да, конечно, и нам дарят, конечно. Ой, как классно. Значит, смотрите, я взяла трафарет, опять-таки, на липкой основе. И сейчас вот так вот его прилаживаю, чтобы он у меня лег аккуратненько. Прижала, да, вы же понимаете, что мне надо прижать его так, чтобы у меня в прорези ничего лишнего не попадало под сам трафарет. Так, вернемся. Картинку тоже лакируем. Тоже, тоже, картинку тоже лакируем. Значит, смотрите, вот эта же самая у меня мисочка с лаком. Лак акриловый, глянцевый. И вот тут вообще хорошо, тут форма прямая, большая площадь, и мне легко работать. И здесь я то же самое сейчас сделаю. Нина Иванова нам пишет, давно мы не с ней видели. Добрый вечер, Нина, да. Да, и Нина нам пишет, галочка, от всего сердца поздравляю вас. А моему сыночку на днях уполнилось 45. Боже мой. Вот это сыночки. У кого маленькие сыночки, когда-то и вашим будет и 30, и 45. Значит, смотрите, мы все это прошли с губочкой, спонжиком моим поролоновым, по трафарету, по всей поверхности. Так, где там моя имитация по талии? Блестки разных цветов. То есть вы выбираете те цвета, которые вам нужны. Может, вам синий цвет понадобится. Может, вы будете делать белый фон, например, да, или желтый. На нем будут смотреться хорошо, допустим, зеленые. На желтом фоне, да, зеленые и красные блестки. Так, ну что, давайте опять поблестим. Сейчас опять у меня и нос будет весь в блестках. Присыпаем. Все очень просто. И, кстати, кто работал с поталью, листовой поталью, да, тот, в общем-то, понимает, что поталь, конечно, дело хорошее, но она требует каких-то специальных условий и материалов. Например, поталь надо клеить на специальный клей, да, мордан, ну, есть специальный клей для потали. Вот, здесь мы пользуемся обыкновенным лаком. Во-первых, это удешевляет процесс. Во-вторых, вам не надо где-то искать специальные материалы, которые необходимы именно для работы с поталью. Поэтому мне вот это очень понравилось. Теперь у меня не пропадают мои новогодние блестки. Все идет в дело. Да, все идет в дело. Я люблю, когда все в дело. Значит, смотрите, опять-таки я присыпала. И теперь аккуратненько, сильно не прижимая, просто как бы распределяю по всем прорезям вот этот насыпной у меня блеск, да. Так, чтобы он, ну, все прорези прокрыли. То есть это у нас имитация парчи, да? Имитация парчи, да. Вот сама ткань парча, то есть она такая, вот именно, что выпуклая с блестками рисунок. Да, да, да. То есть эта парча, она шита золотыми и серебряными нитями. То есть они такие грубые. Они грубые, они создают объем, да. Поэтому я парчу-то тоже знаю. Я помню, когда была еще ребенком, мне мама из белой парчи сшила, мне было 9 лет, мама сшила мне костюм на Новый год, снежная королева. И она сделала мне такое белое платье красивое из парчи. Представляете, белая парча, я все это сделала селебром. И корону, она вот на картоночку обшила ее, значит, этой парчой и какой-то бисер там голубой пришила. Скажу вам так, я получила первое место за самый красивый костюм, вот. И даже приз. До сих пор помню вот этот пластмассовый телефон коричневого цвета еще с этим вот, как вот, с набором номеров. Ну, это же было, это же когда было, девочки? Это было в середине прошлого века. Татьяна говорит, это блестки для ногтей? Нет. Нет. Это блестки не для ногтей, это просто блестки для творческих работ. Кто-то ими пользуется, я не знаю, кто для чего, но вот я вот сюда приспособилась. Я шарики новогодние когда делаю, то я эти блестки использую, чтобы украшать, чтобы присыпать. Многие добавляют эти блестки в лак, и тогда лак получается с блестками, да? Вот. Ну, это да, тема новогодняя, скажем так, вот именно, что в Новый год мы очень часто украшаем шарики, да, вот этими блестками, а потом они лежат весь год. Конечно. Так, помните, да, что я беру обратно подложечку на место. Разве я нам пишу, говорит, мы попали в восточную сказку, девочки, вы молодцы. Спасибо большое. Ну, так хочется вот иногда чего-то волшебного, а восточные сказки для меня как волшебство, вот именно сказка. Я вспоминаю вот эти детские наши фильмы, сказочные, вот «Аладдин», но до сих пор помню. Так, опять аккуратно снимаем. Наталья говорит, у моей мамы было серебряное парчевое свадебное платье. Вот, я знала, что это будет красиво, а вы думаете-ка? Значит, смотрите, как я вас учила. Опять на подложечку. Вот как раз у нас девочки присоединяются, как мыли. А вот сейчас я опять на подложку верну, хорошо прижму, чтобы трафарет прямо хорошо-хорошо прижался к своей подложке, чтобы когда я его мыла, в прорези ничего не затекало и обратную сторону трафарета, и липкость его ничего не портила. Вот, я прижала. Ну, Наташа, наверное, сегодня придется часто менять воду, она опять меня будет. У нас у нас все в блестках, Галя в блестках. Да. Вот видите, вот я попользовалась трафаретом. Вот сзади я постаралась максимально его сохранить. И я опускаю, ну давай я девочке покажу, я опускаю ведро с водой. Опустила и просто мою. Легко моется, да. Вот, смотри. Все мои блестки. То есть, это же они на лаке. Ну, лак-то мы все умеем смывать, да? Вот и все. Сейчас я вот это все смою. Блестящую водичку, наверное. Легко и просто. Вообще, такой простой секрет именно очистки, потому что, ты знаешь, когда я первый раз работала с таким трафаретом, я его попыталась мыть, ну, как бы вот он липнет с одной стороны, я его мою, с другой стороны налипает. Вон сколько блестка у меня пьется. О, ведро блестком. Да, сейчас я это вытру. И пока у меня, ну, посмотрите, какая красота. Ну, посмотрите, какая красота. И вот эта выпуклость, она все равно сохраняется, потому что блестки, как бы я их ни стирала, все равно некий объем, пусть доли миллиметров, но оно играет уже по-другому. Это никакая краска золотая так играть не будет, да? Можно, конечно, вот многие спрашивали, можно ли в гель, в 3D-гель моделирующий, да, я так понимаю, блестки эти опустить. Конечно, можно, но все равно эффект будет более гладкий, более стеклянный. Не будет вот этого эффекта, знаете, как вот нити, они вот такие, они как металлизированные нити. Если мы опустим эти блестки в 3D-гель и как вот такой сделаем, как стеклянный трафарет, вот этого эффекта металлической нити не будет. Будет эффект, ну, просто как вот плотный такой вот узор. Но это еще не все, я так поняла. Нет, конечно. Это еще какой-то, потому что смотрю на твоем образце, там еще что-то есть. Конечно. Значит, смотрите, я убрала пока на просушку вот это все. Возвращаюсь к нашей шкатулочке, которую я назвала в Багдаде «Все спокойно». Ну, назвала ее так, потому что все, наверное, помнят, вот эту сказку опять-таки про Аладдина. Значит, смотрите. Ну, вы, наверное, уже поняли. Вот эта та сторона, которая была мною приготовлена заранее. Да? Ну, вот такая богатая получилась. Я не знаю, видно ли здесь в камеру, что здесь разные оттенки золота. Где именно? В блестках. В блестках. В блестках. Да. В блестках разных оттенков. И вот эта сторона, она одиночная, но сама по себе тоже симпатичная. Но мне хочется все-таки больше добавить блеска, потому что, когда мы говорим о парче, там нити тоже бывают, переплетение нитей разных оттенков. И здесь я тоже сделаю такое переплетение нитей разных оттенков. Для этого я возьму блеск, блестки вернее, тоже золотые, но другого оттенка. Не знаю, видно ли это в камеру. Вот это тот блеск, которым я сейчас использовалась, он как немножко зеленцой. А вот это блестки более желтые. Ну, по-моему, в камеру это видно, потому что в жизни это действительно очень отличается. Значит, цвета вы можете брать разные. Ну, да, видно зеленоватое золото и желтое золото. И вот когда я их вместе через трафарет сделаю, вот этот эффект парчи, он действительно становится натуральным. Сейчас это пока только получается именно имитация по талии. А вот когда я соединю несколько оттенков золотых блесток, вот это уже получится эффект именно ткани. Ну, именно парчево, не то, что там на тишине сидится. Так, девчонки ответили, все видно, видно, отлично. То есть вот этот перепад цвета видно. А лаком потом покрываете, вот Татьяна спрашивает. Нет, нет, я вам что рассказывала перед тем, да, что картинку наклеили, покрасили, можно? Я же вам как рассказывала. Картинки наклеили, покрасили боковинки и их покрыли одним слоем матового лака. Ну, можно двумя, можно тремя, как хотите. Но у меня обязательная защита лаком. И вот дальше, то есть все, мы подготовили поверхность. И дальше работаем блестками. Их мы уже ничем не покрываем. Сами блестки, они у меня на глянцевом лаке. На матовый их сажать нельзя. Вернее, можно, но это будет не так красиво. Они будут более тусклыми. Сажаем на глянцевый лак. И сам по себе лак, в общем-то, уже является финишом. Плюс сами блестки, но никуда они не денутся. Они не стираются, они ничего. Они не нуждаются в дальнейшей какой-то вот обработке финишем. Я всегда говорю в таких случаях, многие говорят, а чтобы крепче было. Да оно уже и так крепко. Ведь если вы делаете деревянную шкатулку, то предполагается, что, ну, может быть, вы просто будете стряхивать с нее пыль периодически раз в полгода сухой или влажной салфеткой. Это нормально, и это все выдержит. Никто не собирается на ночь замачивать в кипятке такие вещи. Никто этого просто делать не будет. Поэтому как-то утяжелять процесс финиширования, я считаю, бесполезным. Ну что, вернемся к нашей стороне и к любимой моей теме. А какая моя любимая тема, когда я работаю с трафаретами? Кто знает, какие трафареты я делаю, люблю? Трафареты. А, молчай, молчай, молчай. Сейчас мы узнаем, насколько смотрят внимательно твои мастер-классы. Потому что на каждом вебинаре, ну, как-то все равно у каждого мастера есть свои наработки и привычки. Любимые техники. Любимые техники. Вот какая моя любимая техника, когда я работаю с трафаретом? Тень. Ольга пишет. Тень. Ну, примерно так. То есть трафарет со сдвигом. Смещение, Наталья. Да, да, да. С трафарет со сдвигом. Боже мой, да какие же они молодцы все. Да все они знают такие. Смотрите. Я наложила один в один на узорчик на свой. Да, вот видите. И теперь я делаю сдвиг примерно на 3 миллиметра я делаю, потому что у меня толстый узор. Ну, давай поподробнее. Так, и я сдвиг этот буду делать довольно серьезно. Значит, смотрите. Наложила один в один, но не приклеиваю, пока только просто приноровилась к тому, что у меня уже есть. Приподняла и сдвинула его. Просто сдвинула, ну, на 3-4 миллиметра. И вбок, и в сторону. Видите, у меня и здесь вот немножечко сдвиг есть, и поверху. И вбок у меня есть сдвиг. Ну, и круто сдвинула. Хорошо. Это так надо. Именно, то есть, когда я работаю красками, сдвиг у меня маленький, едва-едва, чтобы создать тень. Сейчас у меня другая задача. Мне не нужна тень. Мне нужны нити двух разных цветов. И эти нити не должны перекрывать друг друга. Поняли, да? Поэтому этот сдвиг я делаю довольно серьезный. Вот именно поэтому. Потому что на краске ты делаешь чуть-чуть. Чуть-чуть, потому что там у меня другая идея. Как тень, да? Ну, девчонки все знают. Ну, просто это ты бы видела в чате. Все пишут двойной сдвиг, сдвиг. Да, 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 да. То есть, тебя смотрят все, девчонки, и внимательно. Хорошо, опять прижали. Лак. Где мой глянцевый лак? А, вот, да. Вот это положила, сама забыла. Лак чуть-чуть обновлю, потому что он у меня высох. Вот так сделаем. Глянцевый лак с спонжиком поролоновым. Ой, знаешь что? Сейчас я посмотрю, сравню. Наверное, надо было мне его вверх сделать. Девочки, приподнимаю снова. Не туда сдвину. Да, хотела вверх, а посвятила вниз. Значит, снова приложила вот точно, как оно есть, по рисунку. Да? И делаю сдвиг в сторону и как вверх. Вот так вот сделаю. Прям большой сдвиг сделаю. И вот тут фиксирую. Да, потому что видно, что вот, ну, как бы прорези от трафарита видно синего много. Да, да, да. Сдвиг большой. Да, поэтому вот, видите, как теперь практически я перекрыла. Глянцевый лак. И снова мы создаем вот такую лаковую пленочку. А сколько вот этой лака, сколько ты наносишь? Много или все-таки это так совсем, совсем? Нет, нет, не надо много. Не то, что полусухой, но и так, чтобы он у вас не тек. То есть капель быть не должно, натеков быть не должно. Просто плотная пленочка. Но пленочка, действительно пленочка плотная, то есть без каких-то пустов. Ну вот, вы видите, как я прижимаю. Натеков нет. Это примерно так же, как если бы мы делали трафарит через краску. Примерно так же, как вот сколько краски мы берем, столько же мы берем и лака. То есть все-таки такое, как полусуховатая. Полусуховатая, да. Ну, в общем-то, главное, чтобы это было плотно покрыто. Значит, что я вам уже говорила, я беру теперь цвет другой. Ну-ка покажи свои запасы. О, тут у тебя зелененькие, красненькие. И зеленые, и красненькие, вот тут торчат и рыжие. И вы видите, у меня много грязных блесток. Любительница красиво поблестит. Они надо мной смеются, зато потом, когда начинаются вот у меня работы какие-то. Галя, как красиво! Ну, а что нам? Надо же нам когда-то и получить долю. Ну, понятно. Надо над Галей посмеяться иногда. Не, ну, когда вот эта книга у нас была сделана... Как они надо мной веселились, девчонки! А я говорила, ничего вы не понимаете в красоте. И я смотрю, эта книга многим нравится действительно. Да, да. Когда Галя... Ну, вот мы про эту книгу говорим. Когда Галя с ней работает на мастер-классах, вы не поверите, 50% учеников просто... Просто говорят, боже! Особенно, особенно помладше которые, да, вот возраст. Да, дети, молодёжь. Они такие, вау! Какая работа нравится? Вот эта книга нравится. Ну, мне так вот и хотелось сделать такую, знаете, немножко вызывающую такую работу. Ну, вот хотелось мне в тот момент, значит, такой вызывающей роскоши, такой кич. Да, да, такой показатель. Да, да, да. То есть такой, знаете, такая элегантная безвкусица. Вот, но это было вот такое желание. Она такая дорогая безвкусица. Да. Дорогая, роскошная такая. Ну что, посмотрите, я другой цвет вот так вот прибила опять хорошо, да? Примазала его, чтобы у меня все прорези были заполнены. Пальчиками ты работаешь очень хорошо. А то! Прям видно, что пальчик поставленный. Потому что я столько уже работала воском. Так, аккуратно снимаем. Да, можно куда-то опять излишки. Ну, ладно. А, вот они, вот они, вот они. Потому что хочу немножко поаккуратнее это сделать, чтобы у меня, ну, как сказать, меньше вокруг меня вот это... А то у Галя просто вся блестит. Да, да, да. Я это сейчас сниму. Я всегда люблю показывать пальчики, когда я воском работаю. Посмотрите, какие золотые пальчики у меня сейчас. Снимаем. Вот они два цвета. Вы видите, сейчас я наложу, как всегда. Сделаю дело сначала с трафаретом, чтобы он у меня не испортился. Вот видите, я сколько поработала, и еще на несколько раз хватит. Это я вас напугала, что на пять, да, может, на десять хватит. Прижала, сейчас кину в воду. Прижала, кину в воду. Ну, значит, здесь у меня идет сочетание двух цветов, если вы видите, да? Девчонки сказали, видно. Видно. Но вживую-то, конечно, еще виднее, потому что все равно камера есть камера, вы же понимаете, да? Сейчас, когда все это высохнет, я вот эти сухие излишки, они на сухом месте. То есть я все это уберу, оно уберется. Просто сейчас боюсь тронуть, видите, как оно все убирается. И когда все высохнет, здесь оно также уберется. Я опять-таки жесткой киски пройду, все лишнее смету, и у меня получится чистый вот такой парчевый узор. Видите? Из двух цветов блесток. Вот такая идея у меня. Пока отставлю сушиться, потому что мне здесь осталось только пройтись воском и прикрепить фурнитуру. И тогда шкатулка заиграет вообще всеми цветами роскоши восточной. Потому что так-то вроде восточный стиль мы с вами соблюли. Картиночка, узорчики, какие-то парчевые такие вот красивые эффекты. Но этого еще мало для настоящей роскоши. Кто еще не знает, что такое роскошь, я вам расскажу. Сейчас я покажу всю эту роскошь. Конечно. Сейчас я хочу также поработать с крышкой. Все-таки я хочу закончить крышку. Ага, давай. Вот посмотрите на мою шкатулочку, да? Вот. Уже что-то проявляется. И если вы, видите, как и блеск, вот оно. Если вы сделаете такой же эффект по бокам, далее обязательно фурнитура, потому что такие роскошные вещи требуют просто фурнитуры. И фурнитуры здесь очень много. Конечно, что-то будет обязательно здесь. Может быть, какой-то вот такой будет, красивая ручка такая. Может быть, на боках такие. Вот представьте, все это среди блеска и роскоши. Вот такая фурнитура. Поставить на ножки. Ножки у меня тоже здесь есть. Но мы сейчас все-таки продолжим работу, потому что нам надо еще и вот эти места закрасить. Давайте пока еще сохнет у меня сверху. Вот смотрите. Вот эти ободочки, вот эти фасочки, конечно, их тоже надо покрасить. Я склоняюсь к голубому цвету. Да, всегда там присутствует. Как? Никто не возражает? Просто хочется хотя бы крышку закончить. Голубой цвет. Я взяла его с собой. Естественно, у меня все краски здесь есть. Давайте просто попробуем, как это будет выглядеть. Хотя бы знать примерно. Потому что я понимаю, что до конца я работу, наверное, не выполню сегодня. Но хотя бы вы будете понимать, что будет получаться. Я, конечно, закончу эту работу и обязательно выставлю ее на своей странице и в клубе в закрытом выставлю, что получилось. Ольга говорит, девочки, простите, но бескусица шикарная вещь, я вам скажу. Спасибо. Вот Оля меня понимает. Олечка молодец. Да, Оля меня понимает. Вот. А мои девчонки в студии меня не всегда понимают. Ну, потому что ты видишь, все мы разные. И, соответственно... Наташа до сих пор не признает эту книгу. Не признаю. Я говорю, что это, Галя? Галя говорит, это мои фантазии. Это моя роскошь. Это мои сказочные фантазии. А где берете такую шикарную фурнитуру? Вы имеете... Ой! Да, ее знаете, как сейчас много. Во-первых, в интернете очень много. Во-вторых, в мебельных магазинах, вот отдел фурнитуры, где ручки, всякие для шкафчиков. Да, это именно мебельный магазин. Большой мебельный магазин. Да, ручки для шкафчиков. Много вот этих кусечек я покупаю. Сейчас же много магазинчиков для бижутерии вот самодельной, да? Какие-то отделы творчества и хобби в магазинах. Ну, в общем-то, сейчас очень много всего это есть. Многие покупают на Алиэкспресс в интернете. Так что это уже не дефицит. По-моему, синий цвет очень хорошо здесь смотрится. Очень хорошо, да. Красный, синий прям хорошо сочетается. Так, сейчас мы посмотрим. Да, голубой – это красный, а можно и золото. Золото можно, но и так, как я буду работать золотым воском, и вот это все еще обрабатывать золотым воском. Вот на этой статуе, да? Конечно, то есть золотой блеск еще появится дополнительно. Вот видите, здесь было зеленым, да, Гар? Да, да. Зеленый, и вот он, вот воск, да? Правильно воск это? Это воск, это воск, да? Сейчас я покажу, как они работают, пока опять у меня будет работа с окном. Я потом всегда стараюсь делать хотя бы две работы, чтобы одна с окном, а на другой что-то показывает. Галина говорит, Галя, они просто завидуют, но боятся признаться. Галя, я тоже так подумала. Я сразу их раскусила. Я с высока на них поглядываю. Смотри, Елена Акимова говорит, Галя, Наташа меня тоже часто не понимает. Объединяются. Объединяются. Давай дружить против Наташи. Ой, молодец, Лена. Спасибо, Лена. Спасибо, Лена. Лена, напиши мне в личку. Таечка, не забудьте написать в личку адрес и индекс. Напоминаю, чтоб не забыли, потому что я вас помню. А то Галя вас сама найдет. Не приду кого-то со своей роскошной книгой. Вы еще не пользовались тайну? Так. Я у вас. Значит, смотрите, девочки, ну, по-моему, шикарно. Учитывая, что будет еще фурнитура, сочетание цветов идеальное. Так, и внизу давайте я тоже это дело все оформлю, потому что хотя бы, хотя бы представлять. Чтобы немножко была уже законченная работа, чтобы вы видели все-таки конечный результат, хотя всего лишь наклеили картинки, покрасили разными цветами и создали такой один дополнительный элемент. Парча, да, Галя? Да? Все довольно просто. И вы увидели, что и парчу, собственно говоря, создавать просто. И такой вот сказочный вариант. Вот когда мы говорим о восточных каких-то стилях, о восточных красках, я тоже как-то сначала, когда сделала эту шкатулку, по привычке начала краснеть коричневым цветом. А потом вспомнила, что, ну, не видела я такого обыкновенного коричневого цвета в ярких таких вот работах восточных, да? И перешла на зеленый, перешла на голубой, красный. Это самые востребованные краски в восточном стиле. Желтый, красный, зеленый, голубой. Ну и золото, конечно. Это самые-самые такие краски. Они сочные, они яркие, они не такие. То есть пастельных красок нет, они все очень сочные. Анжела нам пишет. Меня шкатулочка сказочная ждет своего часа у меня. Думала, как же ее дальше обыграть? И пришло счастье в видео мастер-классе Галит. Как здорово! Как хорошо получается. Это же здорово. То есть для того мы и проводим такие мастер-классы, чтобы натолкнуть на какую-то идею, направить на какой-то определенный путь. Возможно, вот, я думаю, уже многих это выручает, да? Потому что мне пишут и говорят, ой, как здорово, что я успела посмотреть, потому что вот тут вот меня застопорило. И это самое главное, я считаю. Так, Тая говорит, я здесь, Галя, я здесь, я ничего не забыла. Я иду вас с книгой. То есть смотри, сколько у тебя единомышленников по поводу книги. Смотри, как бы их. Вот она моя поддержка. Девчонки говорят, цвета любимые. Галя, вообще затаила дыхание. Смотрю, у тебя всегда потрясающий результат. Вот Ира Зеленина. Ой, Ирочка, Ирочка, да. Привет, помню, как ты приходила к нам в студию. Очень приятно было бы знакомиться вживую. Потому что это так интересно. Девчонки наши, ростовские, ну почему-то не все доходят до нас. Ну кто-то далеко живет, Ростов город большой. Ну кто-то, может быть, не находит времени. Но когда все-таки появляются, так приятно с ними знакомиться. Это будет примерно вот как-то... Сейчас поверну. Вот как-то вот так это будет. Потому что здесь еще будет оформлено. Все это будет блестеть. Уже смотри, как всего лишь кантик сделали. А смотри, как заиграло. Все это будет блестеть. Пока это высыхает, я хочу... Я что хочу? Я хочу поработать воском и хочу закончить вот эту шкатулку. Хоть одна-то должна быть закончена. А это мы сейчас отложим в сторону. Пусть немножко высохнет. Обратим, да? Давай. Тут нам Ирина прислала стих. Читаю. Давай. Давай. Волшебные руки Галины. Тут золото, парча, декор. Восток, Али Баба и лампа Алладина. Изящество и сказочный узор. Мы вспомним сказки из детства. И в помощь Джина позовем. Спасибо, Галочка, спасибо. Всегда вас с нетерпением ждем. Боже мой, девчонки, какие вы талантливые. Как приятно вот это осознавать. Сколько талантливых людей у нас вместе с нами вот в чате. И просто огромное вам спасибо. Это замечательные стихи. Это очень приятно. Вы не представляете, как приятно и как вы поддерживаете мастера в этот момент, когда вы пишете такие одухотворенные. Потому что просто поражаешься, как у девчонок вот это все раскрывается, как они красиво владеют слогом. Мы так не можем говорить. Мы так не можем, да. Ну, каждый, наверное, вот как-то находит в себя. Вот творчество, оно такое многоликое, оно такое многогранное. И каждый находит в себя именно в том, в чем он может проявить себя более цель. Мы вам завидуем. Мы так красиво слогаем. Мы по-хорошему. Потому что, собственно говоря, она приятна. Да. Да, нам очень приятно. Итак, смотрите. Я убрала жесткой кистью все излишки. Получила вот такие парчевые узоры. Вы же понимаете, то есть все будет зависеть от того, какой вы выберете трафарет. Это у меня вот такой трафарет. Вы, возможно, возьмете другой. Именно ради этого я и показала вот еще эту крышечку, чтобы вы понимали, что трафареты-то разные. И красоту можно делать абсолютно разную. А сейчас вот я тут две стороны-то сделала. А еще две специально оставила на закусочку, чтобы сделать вместе с вами. Мой любимый воск золотой. Мы часто им пользуемся. Это тоже сейчас не дефицит. И в интернете вы его найдете. И в магазинах он очень часто продается. Вот. Пользуемся мы разными фирмами. До этого у меня был воск ФБО. Вот. Сейчас, ну, как-то дома остался, чего-то я его не взяла. А сейчас у меня воск Феррарио, да? Да, итальянский. Нет, Стамперио у меня сейчас в руках. Хотя Феррарио у меня есть тоже, но просто, видимо, кожа в другой баре. Значит, берем воск. Немножко на пальчик я его набрала. Растерла, чтобы не было комочков. И мягкими движениями пальчиков мы этот воск наносим на все ребрышки и выпуклые части. Придаем, да, придаем большего блеска нашей роскошной шкатулочке. О, видно, да? Да, вот так вот сейчас. Да, она пишет. Я часто бываю в восточных странах. Сочетание красного, синего. Да, да, да. Я очень часто там вижу. У меня ностальгия началась. Галя, берите книги и шкатулки. Давайте поедем к океану. Я вам такие места покажу. Галя, у тебя уже появился экспорсамон. Да, ой, как здорово. Я что-то все больше по Европе, по Европе, да? А тут, оказывается, и до Востока можно... Ну, а что, ты тему какую взяла? Ну, я... Давай прогнозируем Восток тоже. Честно говоря, я долгое время жила на Востоке. Я практически там и в школу начинала ходить. И, в общем-то, шесть лет на Ближнем Востоке. Наверное, какой-то отпечаток оставили в моей жизни. И поэтому я люблю эту тему восточную. Очень люблю. Здорово. Так, Ольга пишет. Галочка, никого не слушайте про книгу. Меня послушайте. Я родилась и выросла на Востоке. Мне книга очень нравится. Вот, вот они мои единомышленники. Вот кто меня понимает. Не то, что эти ростовчане. Не говори. Вообще ничего не понимают в этом деле. Кто с ними живет. Приходите их читать, с ними жить и терпеть их. Так, смотрите, я воском прохожусь по всем ребрышкам. Не забываю, конечно же, и боковиночки самой шкатулки. Не забываем про крышечку. То есть я вот этот воск добавляю. Значит, если я вдруг нечаянно добавила воска более чем положенное, помните, вот кто часто смотрит мои вебинары или мастер-классы, я всегда объясняю, что не бойтесь сделать чего-то лишнего, потому что все это можно подкорректировать. И если вы вдруг мазнули слишком много воска, а такое бывает и у меня, и у вас, то чем мы снимаем воск? Ну как, кто вспоминайте? Ну как, кто нам первый напишет, чем снимаем воск? Вот золотой нанесли, чем его убрать? Вот нанесла, допустим, проверка здания. У нас экзамены сегодня. Да, не говори. Галя сегодня устроила прям этот тест-драйв. Какая болит мототехника. Каким воском снимаем? О, ну все знают. Все знают. Ну молодцы, девчонки. Я специально это спрашиваю, чтобы вы вспоминали, что этого пугаться не надо, если вы вдруг нечаянно что-то тут напортачили. Потому что на портаче... У нас все отличники сидят. На портаче до купажа невозможно. Я все знаю, боже мой. Так, ну что, димурчики мои? Конечно, внутри, ну признаюсь, да, я признаюсь, внутри мне надо будет еще поработать, внутри я буду это доделывать, наверное, в студии уже отдельно. Сейчас, да, вот сейчас, тут наверняка у меня тоже будет какая-то роскошь. Может быть, даже каменья какие-то туда прицеплю, вот специально в пику Наташи. Вот, значит, но... Сейчас на книге, Галя, вот как на книге. Вот так, как на книге, внутри открываешь, а там вся роскошь. Вот, значит, смотрите, вот мы получили такую восточную шкатулечку. Пока она заиграла вся с золотом, соблюдены все восточные мотивы и картиночки, и золото, но не хватает фурнитуры. Все-таки у них, вот если вы обратили внимание на Востоке, да, очень много каких-то элементов, каких-то золотых, позолоченных, нет, там позолоченных не бывает, там только золотые, какие-то золотые узоры объемные. Конечно же, фурнитуры обязательно будет. Так, ну что, опять, тадам! Мои любимые пусечки! Вот какая прелесть, да? Вот она прелесть-то какая! Это камень! Это камень? Ну да, естественно, я вот его принесла, на всякий случай думала, а вдруг он мне подойдет под эту крышку. Но мы до этого еще не дошли. Но хотя это интересно, да? Она сливается. Ну да, это потом еще подберем. Мы сейчас работаем с другой шкатулочкой, я тут много еще принесла. И что я хотела бы сказать? То есть вот здесь фурнитура лишней не будет. В принципе, она уже и так смотрится, но немножко не по-восточному. Картинки восточные, а где вот это вот, я не знаю, блеск золотых украшений? Вот восточные женщины, как бы то ни было, да? У них то серьги, то какие-то... У них это даже на картинке. Конечно! Поэтому мы добавляем золото. Мы будем делать вот такие красивые уголочки. Я, может быть, сейчас их клеить не буду, пока только приложу, чтобы вы понимали, что я хотела сделать бы с этой шкатулочкой. Посмотрите, то есть насколько это обогащает работу. Я не всегда... То есть, как сказать, вообще с этой фурнитурой я всегда немножко с осторожностью как-то общаюсь. Да, во-первых, она слишком золотая. Во-вторых, она иногда бывает лишней. Вот мы часто... То есть это очень распространенные уголочки, но и мы их цепляем куда ни попадет. Иногда бывает такое, да? Ну, бывает. Ой, красивая вещь, давайте я ее прицеплю. Но не всегда она бывает уместна. Но вот в данном стиле очень даже уместна. Вот у меня будут... Просто, вот положила уголочки, все! Уголочки тоже разные могут быть. Ну, давайте посмотрим. Есть еще вот такой вариант уголков. Не-не-не, он тот, он прям такой прям... Вот тут богаче, да. Вот этот уголок. И, естественно, еще какая-то пусечка, вот у меня тоже золотая есть, да? Это как накладочки, как их назвать-то? Ну, декор какой-то. Да-да-да. И, естественно, я приклею еще вот сюда вот этот декор. Он здесь будет абсолютно уместен. А вот сюда, Наташа, угадай с одного раза, что я сюда в центр посажу. Ну, конечно, камень. Конечно же, камушек какой-нибудь, либо красненький, либо голубенький, либо зелененький. Вот такого плана. Это обыкновенные стразики, вы, наверное, все их уже узнаете, да? Обалденно. Да, поняли, да? То есть вот этот восточный... Как вот это сделать? То есть вот этот восточный колорит мы с вами соблюдем по полной. Роскошь золота. Сейчас, секундочку. Что-то пропало у нас тут пишут. Алена. Алена. Так, почему-то пауза. Алена. Да, я вижу, я вижу, но не могу понять, в чем дело, потому что... Давай перезагрузим комнату. Может быть, нам перезагрузить. Давайте попробуем и мы перезагрузиться, и, друзья, обновите, пожалуйста, свои страницы, клавиши F5. Возможно, ну, это тоже какой-то просто глюк системы. Давайте попробуем дружно все перезагрузиться и посмотрим, что у нас получится. Итак, друзья, я смотрю, что меня уже должно видно. девушек наших тоже. А также кутерке говорят, упс, свет выключили. Да, давай, нет, нет, свет не выключили, мы здесь, мы с вами, и, в принципе, вот у меня... Мы ждем плюсики, или что мы ждем? Давай, что мы ждем, Алена? Пусть поставят... Ну, обратной связи. Так, Татьяна, пишите. Десяточки. Да, десяточки. Пошли десяточки. Сейчас. Ждем десяточек. Так, Мила пока пишет, все, сейчас восстановят. Десяточки ждем. Видно нас или сколько? Пошли плюсики, я вижу, да. Видно. Все, вот и... Плюсики пошли. Пошли плюсики, пошли десяточки. Видите, слышите, да? Ну, пока мы тут, так сказать, разминались немножечко, я успела наклеить. Я все-таки успела наклеить. Посмотрите, девочки. У меня вот на этой фусечке, интересно, видно или нет, пока у нас немножко зависает, мы тормозим чуть-чуть. Сейчас. Сейчас, секундочку, подождем. Так, что там вообще зависли? Да, да, Дима, зависли. Я просто не вижу, что мы делаем. Зависли, да? Ну, мы висели. Я понимаю, что сейчас делаю. Зависли мы. Можно там тоже перезагрузить. Да, перезагрузили. Давайте, так, я пока переключусь на вас, посмотрим, видно ли меня, не зависла ли я, а вы обновляйте. А мы обновляемся. Давайте, давайте. Все, договорились, ждем. Так, ну что, ну меня видно. Я, по крайней мере, себя вижу. Так что, надеюсь, здесь у меня тоже видите. Так, ну что, все пропало. Людмила, обновите, пожалуйста, страницу клавиши F5. Не должно все пропасть. Мы должны появиться. Так, чат висит. У меня чат бежит, друзья. Все, все, все проблемы решаем с помощью клавиши F5. Обновляйтесь. Так, вас видно? Отлично. У кого-то тормозит, у кого-то видно. Так, супер. Ну что, будем ждать. Будем ждать, когда девушки обновятся. Все, отлично, здорово. Ну что ж, друзья, давайте пока у нас создалась такая пауза, я вам еще раз напомню об этих бонусах от Галины. Они выглядят в виде баннера. Баннер доходится вверху чата, он выглядит желтенький такой. Значит, фиолетовый – это записи, это специальные предложения, которые сегодня нам презентует Галина. А желтенький баннер – это те картиночки, которые вы можете прямо сейчас кликнуть, скачать себе на компьютер и сохранить надолго. Так что, друзья, давайте воспользуемся этим моментом. Кликайте по желтому баннеру, вы увидите все-все-все картиночки, которые предлагает нам Галина. И, как мы уже говорили, как я говорила ранее, в начале вечера, что все эти бонусы получают только зрители онлайна. В записи этих бонусов не будет, поэтому воспользоваться этим сюрпризом можно только сейчас. Ну а также те, кто покупают и приобретают полный комплект всех записей плюс закрытый МК, тоже получают все эти бонусы. Там по ссылке инструменты и материалы, они будут идти списком, все отдельные ссылочки. Так что, кто приобрел уже полный комплект, тоже не беспокойтесь, не волнуйтесь, эти бонусы у вас будут. Так, ну, это такое небольшое объявление. Также, друзья, хочу напомнить о том, что сегодня, в конце вечера, я также скажу вам второе кодовое слово для того, чтобы получить 15-процентную скидку в интернет-магазине Фрид Декор. Я также говорила в начале вечера об этом, о нашей акции. Ну и для тех, кто присоединился позже, скажу еще раз, что при покупке всех записей полного комплекта, вы также получаете 15-процентную скидку от нашего партнера, но получить ее можно с помощью кодовой фразы. Когда вы получите письмо с такой частичной фразой, в которой уже есть пять слов, и когда вы соберете вот каждый вечер на протяжении первой недели остальные пять слов, вы отправляете эту фразу в комментариях и, конечно, получаете свою скидку на покупки Фрид Декор. Так что дождитесь обязательно, в конце вечера я ее сообщу громко всем. Ну, а пока ждем, пока девушки обновляются, ждем их с нетерпением. Ну и, конечно, не теряем времени, переходим по желтому баннеру, по фиолетовому баннеру и смотрим, какие же интересные предложения сегодня нас там ожидают. Ну и буквально, я думаю, что через минуту у нас наладится связь, и мы сможем уже насладиться общением с Галиной, с Натальей и таки завершить наш великолепный вечер. Ну, а пока, пока, также кто там уже перешел по баннеру, кто уже сохранил все себе картиночки, встречайте наших мастериц. Так, Галина, Наталья. Слышим вас? Видно ли нас? Слышно ли нас? Мы уже слышим, мы вас видим. Девчонки, поставьте, пожалуйста, не знаю, двоечки, чтобы мы поняли, что вы видите именно нас. Двоечки поставьте, пожалуйста. Нас двоечки, поставьте двоечки. Ну да, Галя и Наташа. О, двоечки, Алена поставила, отлично. Спасибо большое. Алена поставила, а дальше иду. О, да, я все, она словно. Ура! Спасибо. Ну вот посмотрите, пожалуйста, да, немножечко мы с вами как-то задержались на 10 минут, но я еще раз хочу показать вот эти все пусечки. Я все-таки время зря не теряла. Я поставила сюда вот этот камушек, видите, красненький, можно зелененький, можно синенький. И теперь представьте, можно даже на уголочек какие-то камушки, то есть вот этот стиль, вот эта восточная роскошь, она предполагает это. Здесь можно, здесь я разрешаю. Да, смотрите, как это будет смотреться. Сюда с камушком, здесь с камушком, все. Вот я когда все это приклею, шкатулка будет готова. Правда же роскошно? Ой, роскошно. Очень роскошно. Даже, ты знаешь, можно как-то на ножках даже еще как-то поиграть. Можно, можно и на ножках поиграть. То есть тут вы уже все придумаете. Для меня было основное показать вам, как вы можете этот стиль разукрасить самостоятельно. Сейчас я вот это сниму пока, да. Посмотрите, да. Красивая, красивая, обалденная. Вот, посмотрите, какие можно, всякие уголочки, какие-то, может быть, вы ручечки на боках придумаете. Кисточку, смотри. Да, да, кисточку какую-то такую вот восточную, как на турецких этих, вот фесках всех этих делают, да. То есть вот украшайте камушками, золотишечками. То есть чем больше вот каких-то элементов накладных, таких золотых, тем интереснее, тем роскошнее, тем богаче, тем вот сказочнее будет смотреться ваша работа. Красотень. Да. Чемки пишут, красотень. Ну вот пока я отложу в сторону, то есть мне осталось здесь приклеить только фурнитуру. Все. И с этой шкатулкой будет уже, собственно говоря, все в порядке. Поэтому, когда я все это приклею, обязательно сфотографирую и выложу, естественно, на страничке, как это будет смотреться, эта шкатулочка в готовом виде. Но мы должны продолжать работу. У нас же еще с вами что? У нас с вами, кстати, ой, что-то я рано отвлеклась. Вот посмотрите. Вот эта же самая шкатулка с узорчиками, да, вот у нас узорчики, здесь, здесь. А посмотрите, вот у меня вот это панно было готово. Я еще сделала его, наверное, ну, давно, около года назад, тоже, когда вот что-то прорабатывала. А, вот эти элементы, когда прорабатывала. Это, кстати, имитация, это не уголки, они сделаны из пластики, эти уголочки. Вот, пожалуйста. Да. Даже вот представьте, что у вас не такая крышка, а вот такая. Ну, посмотрите, как это тоже будет эффектно смотреться. Очень по-восточному. То есть, ну, это я просто наложила сверху, но просто показываю, как даже без какой-то сюжетной картинки, без каких-то, ну, да, вот таких элементов у вас будет смотреться красиво и богато по-восточному, вот такая вот, ну, как, вот такая интерпретация вот этого восточного стиля, да? Посмотрите. Здорово, здорово. Это же здорово, красиво. Лаком спрашивает, покрывать вот финишно? По блесткам нет. Вы подготовили поверхность, покрасили картинки, вернее, приклеили картинки, покрасили боковинки, все это залакировали матовым лаком, и по нему уже работаете блестками. По блесткам больше ничего не лакируем. Так, ну что, давайте все-таки завершать вот эту нашу крышечку. Мне хочется все-таки сделать еще на ней трафарет. Вы уже поняли технически, как это делается, но мне хочется самой увидеть результат, как же это будет смотреться, потому что не могу отпустить ни вас, ни себя без какого-то видения конечного результата. Незавершенная деталь, хочется увидеть. Незавершенная деталь еще есть. Помните, что я говорила, то есть мы взяли трафарет, наложили его точно по рисунку, как мы накладывали, один к одному, и делаем сдвиг, вы видите, да, рисунчик точный, и делаем сдвиг по двум направлениям, например, в сторону и вверх или вниз. Сделаем сдвиг практически на 2-3 миллиметра. То есть я как бы слезаю с прежней картинки и и перехожу на чистое поле, на котором я сделаю узорчики другим оттенком золота. Прижали. Ты какой-то тряпочкой прижимаешь, да? Любая тряпочка, но у меня сухая такая салфетка текстильная. И, наверное, еще губочку возьму. Так, опять лак беру отдельно, потому что если я сейчас буду работать прямо в своей мисочке вот в этой, то я просто испачкаю лак блесткой, не всегда это мне бывает на ногу. Так, отлили лак. Еще раз напомню, лак глянцевый и только глянцевый. Клеим блестки только на глянцевый лак, ни на какой другой. Обратите внимание, что есть трафареты фоновые, то есть полностью, да, вот заполненный трафарет, а есть как бордюрный, и они смотрятся совершенно по-разному, да? Хотя это одна и та же техника применяется. Да, да, вот это мне и хотелось показать, что как по-разному смотрятся разные трафареты. Абсолютно по-разному. То есть вы можете просто придумать вот свою фантазию, как-то включить, либо вам бордюрчик надо, либо фоновый трафарет. Возможно, будет какой-то конкретный элемент вами сделан, может быть, какая-то там рамка будет сделана в таком стиле. Так, и где мое рыжее золото? Вот такое прям золотое-золотое-желтое. Так. И пока лак не высох, давайте. А, подожди, а каким я делала? Я делала им. Ой, сейчас запутаюсь. Ты нас не вводи в путаницу, ты нам показываешь, как должно быть, как каким-то золотом делаешь. А, я забыла. А, караул. Нет, я все-таки вот этим делала, в общем, с желтой правильно. Ну, так бывает. Ну, забыла. И просто много работ одновременно, и тот бочок показать, и этот бочок показать, и книгу мою показать. Вот. Поэтому приходится, конечно, вот тут вот с путаницей разбираться. Ну, можно вообще-то, у тебя очень близкие цвета, можно было прям взять какой-нибудь зеленоватый. Вот, как сказать, сильно зеленый не хотелось. Мне нужно было именно, то есть я не хотела контраста именно вот в этих нитях золотых, металлизированных. Можно, конечно, можно, но это как ваша фантазия сработала. Моя фантазия мне подсказала, что она хочет более мягкого, плавного перехода от цвета к цвету. Такова моя задумка, потому что и так много ярких красок. Мне не хотелось еще вот эту, как сказать, мишуру добавлять еще на крышки. Картинки яркие, узоры яркие, да, вы же сами понимаете. Скажи, пожалуйста, а вот на вот этой боковушке, вот вот этой картинки, да, вот такая сбоку вот парча пойдет, если сделать? Конечно, пойдет, будет очень богато смотреться. Кстати, можете брать другой трапорет, другой формы, другого рисунка. Конечно, подойдет. Можете этот же брать трапорет. Я же так с самого начала и объяснила. То есть я вам покажу, как делается крышка, и той же самой техникой пройдитесь по бокам. То есть вам эти бока надо обогатить. Мало того, что они просто покрашены, их надо сделать богатыми. Понятное дело, что фурнитура – это здорово. Мы какие-то ручки сюда, ну, будем, конечно, обязательно цеплять. Но надо этот фон обогатить. И я обогащать его буду тоже, как у вот имитации парчи. Так, ну, все, технически я повторяю. Алгоритм работы, я думаю, вам уже ясен. Вообще, мне очень нравится вот это. Так мягенько, по блестку, да. И такое, знаешь, интересное, такая, но она как не кашится, но такая какая-то коверчик такой получается. Коверчик, причем, знаете, когда я его разглаживаю, прям вот такой, прям поталь-поталь, гладко-гладко получается. А мой вид, кажется, шершавый. Он как бархатистый. Нет, он очень гладенький. Нет, я думала, что это шершавая штука. Абсолютно, очень гладенький. Ой, я палец тоже вот поучаствовала. У Наташи тоже золотые пальцы, золотые руки. Можно я тоже повозю? Ручки наши золотые, Наташа, вот они все. Она действительно очень... Очень гладенькая, прямо как вот, как по шелку, как по бархату. Ну, красота необыкновенная. Я думала, это что-то такое выпуклое и не очень приятное на ощупь. Нет, приятное. Да ты что? Разве я работала бы с чем-то неприятным на ощупь? Это же маслицы. Так, ага. Ну что, снимаем аккуратно. Блески потом не осыпаются, вот Наталья спрашивает. Нет, нет. После того, как они... Значит, все, что прилипло, прилипнет. Все, что будет осыпаться, плохо прилипло. Мы сами снимаем кисточкой. То есть, все, что я смогу снять, оно снимется. И дальше сниматься будет нечему. Все остальное будет уже прилипся. Ну, богато, богато. Бугато. Очень богато. Прямо такая красота какая. Все блестит. Через камеру не так передается. Здесь в реальности в живую. Ну, вот, да, вот если так вот повертеть, вот посмотрите, какие все это переливы. Ой, обалденно просто. Ну, камера так не передаст вот этого блеска золотого. Двух оттенков. И объем. Один зеленоватый, да. Да, объем не передает. А ты посмотри, так вот так вот, да. Насколько она объемная, вот эта штульчика, получается. Теперь смотрите, что у нас получается. Я вот этот трафарет опущу в воду. Помните, как я это делала? Да. Я опускаю его в воду, чтобы у меня лак не застыл и трафарет не испортился. И, значит, что у нас осталось? Сейчас, когда высохнет все это, я излишки тех блесток, которые так и не приклеились, да, я их сниму жесткой кистью или жесткой салфеточкой. И у меня останется только то, что приклеено. И вот теперь моя задача тоже все это украсить фурнитурой. Вы понимаете, что здесь тоже будет у меня что-то красивое. Ну, как-то вот, вот давайте так предложим, да. То есть бока будут, представьте, вот такие же, да. Так, чисто схематично, представьте. И сверху будет вот такая крышка. Боже мой, да. То есть вот как это будет выглядеть на самом деле потом. Классно. Ну, богато. Очень богато. Теперь здесь, как я уже говорила, будет обязательно фурнитура, какие-то ручки. Ну, например, вот такие ручки будут. Правильно? Вот так, чтобы на свет было видно хорошо. Это мебельные ручки, купленные в мебельном магазине. Вот, представьте, такие ручки. Сверху можно, как я уже говорила, какие-то красивые ручки, вот именно такие, одиночки. Они тоже бывают разные, разных форм. Это тоже мебельная ручка. Можно делать такие же вот накладки. Для накладок, где моя присоединение обыкновенная, для накладок вы тоже можете использовать какие-то, вот как я здесь использовала, да, медальончик, или как называют, кабошончик, медальончик. Вы тоже можете их найти и вот так приложить. Вот такие пластмассовые медальончики тоже продаются где-то в каких-то магазинах для скраббукинга, для творчества, отделчики. Я их просто перекрашиваю в золотой цвет. Да в какой хотите перекрасить, в серебряный, в красный, в желтый, в зеленый. Ну, как угодно. То есть это пластмасса, и она красится в нужный цвет. Вы можете накладывать, допустим, один медальон на другой, придавая какой-то вот высокий рельеф. Вы можете вкладывать туда какие-то, ну, я не знаю, ну, камушки. То есть тут уже у вас фантазия должна работать просто безгранично. Вот, пожалуйста, здесь, допустим, зеленый, ой, зеленый, синий камушек. Это может быть какой-то зеленый камушек. То есть все зависит от того, какой оттенок вам надо. Может быть, это будет красный, да, красный камушек. Вы можете использовать какие-то брошки, да, вот, допустим, у меня кулончик такой, специально покупаю, я их не ношу, но когда я вижу какие-то интересные кулончики, которые можно использовать. Вот эта жар-птица такая, ну, тоже, знаете, вы можете использовать вот такие кулоны вместо какой-то красоты. Вот такие, но здесь он просто сливается, по цвету не подходит. Ну, богатейшая вещь, покупала его за 100 рублей на каких-то распродажах, да. Это тоже кулончик, вот так вот, в принципе, но ими тоже можно покупать. Какие-то вот, как я всегда показывала еще на прошлый Новый год и на этот, что какие-то старые серьги, да, вот какие-то мы можем использовать тоже их, применять. Вот, я их просто ломаю, эти сережки от дужек и применяю. Вот они, эти кабошончики медальюны, то есть разных видов, разных сортов. Вы можете их красить, вы можете их не красить. Ну, то есть все зависит от того, какая у вас задумка и какие оттенки вы используете. Вот у меня сколько этой фурнитуры я понабрала, только чтобы для того, чтобы показать. Я понимаю, что я сегодня не успеваю ее прилепить. А вот какие-то тоже, вот такие ручки тоже интересные есть, то есть они разных же форм бывают, да. Вот такие, такие ручки. Какие-то более изящные, если у вас маленькие. То есть все это продается, все это можно купить. Это же, то есть это не дефицит. Если вы будете повнимательнее смотреть по магазинам, то все это найдется. Кстати, насчет ножек. Хочу эту шкатулочку, просто сейчас я не успеваю это сделать, но я обязательно это сделаю, чтобы вы видели, какие мои идеи. У меня будет здесь фурнитура, да? Вы уже поняли. Ручки будут, здесь будет ручка. И обязательно вот так я еще поставлю на ножки. Вообще, просто вот эти дополнительные детали, они, конечно, полностью завершают. Сейчас-то вам этого, может быть, не видно, потому и показываю. Все это будет тоже золотым, потому что я все это прокрашу в нужный цвет. Представьте, вот здесь ножки, здесь красивая фурнитура, ручки, здесь красивая фурнитура, вот по бокам будут ручки. И все вот это золото там пройдется золотым воском. То есть вот этот блеск, роскошь вот этого восточного такого колорита, все это будет здесь, естественно, восстановлено. Сокровища. Да. Просто сокровища. Вот. Знаете, как сезам, откройся, да? Сокровища Алибабы или еще чего-то. То есть все это и в этой серии. То есть, что в ней бриллианты просто там хранятся. И она из нее не доставала бриллианты для своей книги, Наташа. Вот. Сейчас у нас все-таки время нас поджимает, поэтому вы поняли мою идею, да? Поняли, что я хотела вам сегодня показать. И я думаю, вы все это уяснили. И будете применять и делать свои работы, ну, сказочные, просто сказочные. А я сейчас хочу вернуться еще к своей работе, которую я вам сегодня буду предлагать. Это обучающий материал. Может, поближе опять покажем камеру, да? Да, да. Это обучающий материал. То есть вот такая у меня шкатурочка в индийском стиле. Я говорю, у нас сегодня восток, восток и восток. У нас сегодня какие-то роскоши такие, прямо вот княжеские, да? И, конечно же, золото, золото и золото. Здесь у меня использована поталь. Значит, сегодня мы с вами делали имитацию потали, либо парчи. Здесь у меня листовая поталь. Но как ее сделать вот такой старой? Создать вид такого старого, роскошного, драгоценного золота? Как сделать вот эти элементы? Вы же поймите, здесь каждый элемент сделан по-своему. Допустим, вот этот ободок и вот этот ободок, да? Рельеф сделан одним способом. Мы там изучали самодельные массы разных фирс, да? Да, кстати, здесь именно разные массы. Какой-то нам понравилось работать, какой-то не понравилось. Какой-то начали, а потом поняли, что нам не нравится. То есть мы разбираем эти массы. Несколько вариантов самозапредливающих масс. Далее. Значит, вот эти ободки одним способом сделали. Вот эти объемные элементы другим способом сделали. Наложили их таким образом, чтобы они были у нас строго по форме. Специально я взяла… В последнее время я вообще стараюсь как-то немножко усложнить работу. Нет, не усложнить, а рассказать, как сложные работы, собственно говоря, можно легко сделать. Потому что понятно, что у нас, когда обыкновенная такая вот прямая поверхность, как на этих шкатулках, тут вообще проблем никаких нет, да? С несколькими объемными элементами. Но когда нам приходится работать со сложными поверхностями, сферические, цилиндрические, какие-то волнистые, вот что делать? Вот все это мы показываем. Один вариант. Второй вариант. Откуда вот это взялось? Это вообще там с третьего варианта. Откуда вот это взялось? Как мы создали такую крышку? Она была просто плоская, знаете? Вот как консервная крышка бывает, вот была плоская, вот такая абсолютно. Как мы создали эту сферу? И чтобы, допустим, она была легкой, я понимаю, что я могла бы здесь наложить той же самой массы, да, или глины, но это было бы тяжело, поэтому мы облегчаем все варианты, как это делается, как делаются узоры, и самое главное, как все это потом патинируется под старое золото. Кстати, в процессе работы, когда мы еще не патинировали, у нас было такое новое золото, потальное, да, как она блестела ярко. Она просто горела, как сейчас. Она горела. Опять-таки, на том варианте тоже можно было ее оставить. То есть вы останавливаетесь на том моменте, который вам нравится больше всего. Далее. Здесь поталь у нас двух вариантов. Это поталь листовая и поталь в хлопьях. Причем она разного цвета. Если вы обратили внимание, здесь у меня вкрапление потали тоже разного цвета. И медная поталь, и серебряная поталь. Все это на неком цветном фоне. Обратите внимание, какой фон. И как сделать, чтобы элементы не потерялись на цветном фоне. Элементы надо было выделить. Как создать вот этот, вот знаете, как подложечку золотую. Якобы сквозь золото протирается рисунок некий, да. То есть вот эта вот восточная роскошь, индийская роскошь. Но мне кажется, вот здесь она очень даже... Ну вот как-то захотелось мне золото помочь. Иногда на меня нападают. А то кантри, 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 сено, сено, сено. Петухи и коровы. А то раз вам. И вот такие вот замечательные вещи. Так что я думаю, вам это будет очень интересно, потому что мастер-класс действительно интересен. Там очень много моментов рассказывается. И самое главное, что сегодня в течение суток действует просто великолепная акция, что именно в течение суток до завтрашнего вечера этот видеообучающий материал предлагается по сниженной цене. На следующий день, то есть через сутки и более, цена его будет чуть выше. Вот, это такой момент. Далее, еще приятный подарок, я думаю, для всех. Это каждый, кто приобретет мастер-класс. Он автоматически, как вы знаете, становится, да, становится нашим клиентом нашего клуба на один месяц бесплатно. Там вы будете получать консультации от любого мастера, советы от своих одноклубников. Вот все, кто с нами в нашем закрытом клубе, они понимают, что, в общем-то, много интересного там можно почерпнуть, потому что идет общение между людьми, ну как… Передача информации. Да, 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 то есть люди, которые объединены общей целью и общим интересом, и они понимают, о чем они разговаривают, и очень продуктивно и конструктивно ведутся вот эти вот беседы. Помимо того, что мастера ведут консультации, причем консультации аудио, вы выставляете свою работу на любом этапе. Например, у вас что-то не получается, какой-то совет вам нужен. Или вот остановились, ну не доделали работу, ну не знаете, как двигаться дальше. Выставляете в альбом, и там либо советы ваших одноклубников, затем аудиосоветы мастеров, потому что мы снимаем именно такую аудиопрограмму по часу примерно, или там полчаса, час и более. Мы просто вот вживую консультируем и рассказываем, как и что можно сделать. И поэтому таким общим усилием мы создаем такие вещи интересные. Вот наши, как говорится, наша семья клубная, она уже знает, потому что на наших глазах и на ваших глазах. Мы видим этот рост, и сейчас такие работы нам выставляют, что мы вынуждены были создать новый альбом, который называется «По хвостушки», потому что уже критиковать нечего. Еще одна работа, да. Еще одна работа. Это книга «Секреты Хоббарса». Книга, естественно, тоже сделана из фанеры, но мы таким образом ее декорировали, чтобы здесь тоже показать, как возможно, больше различных вариантов. Опять-таки, это объемы. Это объемы. Какие здесь объемы? Да, да, да. Расскажи. Объемы трех вариантов, да. Во-первых, как создать объемный фон, вот такой рельефный фон. Вот это все, да? Да, все это создано без всяких паст, без трафаретов. Но как это сделать? Как это прокрасить? Это первый вариант объемов. Второй вариант – это трафаретные объемы. Как их сделать, как их прокрасить, как ими поиграть, и как, в общем-то, сделать это правильно, чтобы создать вот именно такой металлизированный эффект. Третий вариант – это накладные объемы. Вы видите, вот эти элементы, эти элементы. Мы их делаем самостоятельно. Кстати, по-моему, к этому, к какому прикладывается ролик, к мастер-классу? И к этому, да, и к тому, и вот и к тому мастер-классу, и вот к этому мастер-классу, который я вам предлагаю. Видите, это имитация резьбы по дереву. К каждому из этих мастер-классов прилагается бонусом ролик 15-20 минут, где мы рассказываем, как создаются силиконовые молды, как в них делать различные отливочки, чтобы у нас получались вот такие накладные элементы. То есть практически три совершенно разных мастер-класса, но каждый из них связан с объемами. Объемы везде делаются по-разному. И материалы разные, прокраска разная. И, собственно говоря, все средства, которые мы там используем, они где-то попроще, где-то посложнее, если вы любите уже что-то более сложное, если вы хотите расти как творческий человек. И, естественно, на одном месте вы не будете же застревать, надо расти, расти и расти. Поэтому будем с вами изучать новые материалы, новые возможности, открывать для себя возможности старых и очень интересных, доступных материалов, даже практически двух строительных. Строительные магазины, они очень дешевые. Я думаю, что это будет очень полезно, интересно, потому что все, кто уже приобрел эти мастер-классы, ну, вот очень приятно читать благодарность, потому что я рада, что смогла действительно дать что-то такое, что заинтересовало человека и помогло ему раскрыться и как-то продолжить свое обучение, свои работы, вот представляете, уже в таком интересном виде. И у нас новое предложение, это лаборатория в декупаже, да? Да, и у нас еще действительно новое предложение, это лаборатория в декупаже. Значит, 25-го числа мое выступление, предполагается у нас, по-моему, 4 выступления, да, 4 мастера в лаборатории, вот, 25-го… Не 4 мастера, а 4 выступления. 4 выступления, извиняюсь, я неправильно сказала, 4 выступления, 4 урока, скажем так, вот, 25-го числа, 25-го февраля мой урок в лаборатории, поэтому я вас всех приглашаю. И вот у нас есть… Мы будем мебель делать. Да, мы будем делать более крупные вещи. Там, значит, у нас будет ориентация именно на какие-то, такие вот интерьерные вещи, например, мебель, то есть это уже больше вот тем, кто задумывает ремонт и менять свой интерьер каким-то образом, какие-то вот стили тоже изучать. Уже укрупняемся, скажем так, да, я думала… Надеемся, что поместимся в камеру. Ну, да, то есть, конечно, приходится выбирать какие-то предметы так, чтобы они уместились в камеру, но я думаю, мы что-нибудь подберем. Есть что-нибудь, без долега снимать. Да, вот, так что я думаю, что все эти предложения очень интересны, и я с огромным удовольствием буду встречаться с вами, и, естественно, что опять что-то будет интересное, опять будет что-то новенькое, да и вообще просто общение для нас, я считаю, это тоже очень важно. Спасибо вам огромное, спасибо всем, кто приходит постоянно, тем, кто начинает только заниматься, и, в общем-то, я думаю, если мы с вами познакомимся, то это будет интересно и для вас, и для нас. Вы что-то узнаете новенькое, я что-то буду стараться придумывать новенькое, и поэтому будем расти вместе. Огромное спасибо всем, кто сегодня присутствовал именно прям как бы онлайн. Онлайн, да. Не в записи нас смотрит, в онлайне. Не забывайте про картиночки, которые вы сегодня получите, как бонус, как подарок. Мне просто приятно делать такие подарочки, и, в общем-то, я сама люблю их получать, но и дарить еще приятнее. Да, и сегодня среди наших участников, кто прямо здесь был, у нас подарок, да, вот Тая получает, покажи, да. Тая, Таечка Сергеева, еще раз напоминаем, да, но я думаю, ты не забудешь, вот такая вот красивая корзиночка, такая лукошечка, это работа с вебинара, делалась она практически тоже на ваших глазах, мы все это оформляли, и я думаю, это будет интересно, если вживую так посмотреть, что же там за кантри-то такое, да. Сегодня у нас роскошь, я же говорю, меня так кидает из стороны в сторону. Сегодня мы так роскошь какую-то изучаем, в тот раз, наоборот, простоту, видите, вот, то есть кантри – это простота, функциональность, и, допустим, восточный стиль – это роскошь, много блеска, много красок. Вот такие вот мы с вами многовекие, вот такие мы с вами многогранные. До свидания, до новых встреч, я буду очень рада встречаться с вами, прийти еще, еще и еще. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова